На старом фундаменте построить новое невозможно. Но на тот момент это просто... Это просто то, что мы не приняли, короче, посмотри. Развалился форс-монтаж, да. У меня жестко прям было, я вообще не улыбался. Красава, вот красава. Еще одна задача, такой думаешь, что... Ну осталось только написать, что за еду буду работать, я снесу его нафиг. Они обязаны уважать, потому что он свой. Глаза такие. Ну вот это, блин, уровень, вот это да. Ты делаешь предварительную смету? Я, Виталян Бурерожденный, неопалимый, непотопляемый и нетекущий. Последний из рода полипропиленов. Обращаюсь ко всем сантехникам, полипропиленщикам и однотрубочникам. Ко всем людям прочих строительных специальностей. Братья мои, единомышленники. День строителя, близко. Ну что, огонь? Идеально, я думаю. И теперь продолжение у Виталяна на канале, потому что у нас с ним вот такая коллаборация. И именно про это я и хотел рассказать. Мы сейчас превращаемся в такое, знаете, что строители это самая дружная комьюнити. Потому что я общался с разными ребятами, из разных сфер. Это ужас. Строители. Да, у нас есть трудности. Да, у нас там кто-то кого-то не любит. Да, у нас там есть разные клише в виде инфо-цыган. У нас есть те, которые кого-то разводят. У нас разные, разные, скажем так, понимания. Но знаете что? Мы узнаем друг о друге. Мы куда-то идем. Мы узнаем, что происходит. Вы понимаете, какими нужно быть отмороженными в комьюнити для того, чтобы знать, что происходит у кого-то. Это же вот, ну это на самом деле феномен. Строители России это некий феномен. Лично мне так кажется. Так вот, про что будет-то на мероприятии? На мероприятии мы расскажем не только успешный успех, а мы наоборот. Как раз таки все спикеры расскажут обратную сторону медали. Это мероприятие «Смотри иначе» оно не просто так называется. Оно так называется, потому что ребята будут рассказывать свои истории честные и не об успешном успехе. Как у нас все хорошо, как у нас 300 проектов, как у нас то, как у нас... Нет. Конкретно я расскажу не только вот эти поверхностные вещи, которые видят все, что у нас. Я хочу рассадить внутреннюю кухню. А хочу это сделать потому, что у нас тоже не все хорошо. Я хочу показать людям, что вот что такое внутри, чтобы кто-то понимал, что у них нормально. На самом-то деле они нормальные тоже, и они тоже могут. То есть нет никакого волшебства. Кто-то понял, куда ему идти. То есть и этим самым вся индустрия станет лучше, я убежден. У меня есть много примеров, когда ты отдаешь, а тебе потом возвращается 20 раз. То есть вот это как раз таки тот случай, когда я хочу рассказать, как у нас, и что не все хорошо. В общем, до встречи, 14-го. Всех обнял. Всем привет. Здорово, Лех. Здорово. По нашей традиции мы вот стараемся максимально не говорить перед эфиром. И у нас сегодня Алексей, форс-монтаж. Да, и Рувим. Дорогу вниманию. Это вот стандартная тема. Договариваемся не смотреть в камеру. Я сейчас смотрю, знаете почему? Потому что я хочу извиниться за то, что перебиваю своих, скажем так, оппонентов, если можно так назвать, коллег. Я стараюсь, пацаны. Я реально стараюсь. И как бы сегодня я постараюсь этого не делать и как можно больше слушать и меньше говорить. Как дела вообще? Мы с тобой не виделись года два. Я помню, что мы запустили три эфира там подряд или что-то такое там. Да, мы не виделись два года. Как дела? Два по сравнению с тем временем сильно изменились в лучшую сторону. В лучшую сторону или в худшую? В лучшую сторону. Супер. Что глобально? Что глобально? Да много чего глобально. Ну давай тогда начнем переследить. Я сам личностно изменился. Потому что до 2020 года, скажем так, я как раз стоял на месте. И когда ты стоишь на месте, то рано или поздно тебе придет жапец. Вот. То есть, соответственно, этот жапец пришел в 2020 году. Меня реально просто там… Жапец это что такое? Давай расшифруем. Ну, кризис приходит не один. Не один, конечно. Вот. Поэтому был кризис не только в стране, но и там внутри у нас компании. Вот. На тот момент я думал… Ну, на самом деле, это самая жесть была. А сейчас моя жизнь… Не, у меня была давно еще одна жесть. Вот. О которой много кто не знает. Знают только внутренние чуваки, с которыми близкие отношения достаточно были. Я помню. Вот. Но в 2020 году это прямо вообще жестяная жесть была. Вот. Жестяная жесть? Что произошло? Развалился форс-монтаж. Развалился форс-монтаж. Да. Ну, не то, что он как бы развалился. То есть некоторые люди создали ситуацию, чтобы он развалился. Вот. Я могу сказать, что, в принципе, я… Ну, можно винить всех вокруг. Давай так. Вот. Я хотел к нам подойти. Некоторые люди, так сказал, некоторые люди, как бы, ну… Ну, у каждого своя дорога. Да, каждый выбирает свои методы. В принципе, можно винить всех вокруг, но я начал глядеть внутрь себя. То есть, в принципе, это произошло, потому что я сам не развивался. Компанией надо заниматься. Надо быть… По сути, если ты являешься руководителем своей компании, то тебе нужно руководить, а не заниматься другими делами. Вот. И когда ты… То есть я тогда не знал, что такое система, что такое налаживание порядка внутри компании. То есть, да, мне казалось тоже, что я руководитель. На самом деле, я не кроваводил. Я там рукой водил. На камеру куда-нибудь. Вот. То есть не туда фокус. Не то, что не телевидение. И развалилось в чем? То есть, суды были или просто люди, команда ухла или что-то? А нет, судов не было. Нет, достаточно количество народу ввели ребята некоторые. Вот. И они вместе с ними ушли. Но, на самом деле, я понимаю, что все, что не делается, делается к лучшему. Вот эта вот концепция успеха именно, она должна именно… Ты себя должен программировать. Надо себя программировать на это. И именно через призму успеха смотреть. Что-то произошло, это к лучшему. Чик-чик. Но, на самом деле, начнется стягиваться обстоятельства, что это все к лучшему, к лучшему, к лучшему. Но на тот момент это просто пиздец. Ты по-другому не скажешь. Я… Знаешь, есть там книга «Магия утра». Да, есть такая. Про подъем в пять утра. Там дядька, я ее слушал несколько раз. Я, в принципе, с этой книги и начал бегать с утра-то. В пять утра вставать. Вот. И он говорит, блин, когда к нему пришел кризис финансовый, предыдущий, когда я его там поломал в автоаварии, это была фигня по сравнению с финансовым кризисом. Единственное место, где он чувствовал себя более-менее спокойно, это кровать под одеялом. Вот. У меня такая же ситуация была. Единственное место, где я меня так, знаешь, как-то это чуть-чуть поспокойнее было. Это именно там. Вот. Ну, то есть, подожди, стоп. Если мы сейчас взглянем, ну, я помню, у меня много разных штук было. Я неоднократно начинал там с нуля и всякое такое. Ну, это было такое было. В одной и той же сфере, кстати, респект тебе, что ты в одной и той же сфере. Это с тобой при моей памяти минимум два раза происходило, когда вот у тебя… Не, первый раз это вообще все фигня было. Когда сметчик там что-то сделал нехорошее, это все фигня было. Я, кстати, его тоже простил. Ну, не то, что простил. То есть, я просто вообще себе концепцию после 20-го года думаю, блин, когда вообще это все произошло, у меня пипец сколько там, ну, вот это вот, знаешь, нелюбви было, скажем так, нелюбовь это было мягко. Мягко. Да, но это ты ходишь с такими кирпичами, по сути, то есть, когда ты на кого-то зло держишь, не прощаешь, то есть, ты ходишь с негативом внутри себя, он тебя съедает. Вот, и с этим, блин, реально тяжело жить. Я вообще позвонил, грубо говоря, там, мне что-то на канал прилетело 70 жалоб. 70. Я каналу доступ потерял даже. Канал существовал, а я к нему не мог зайти. Там просто ребята как бы повеселились с каналом. Я позвонил, говорю, ну, в итоге там, говорю, блин, что я сделал плохого? Ну, что это такое? Говорю, отзовите. Вот я говорю, мне сейчас надо всякие юридические штуки тут писать, я уже целый компромат собираю. Зачем? То есть, мы же друг другу ничего. И вот, наши пути разошлись. Зачем мы будем? То есть, вот настолько жестко было. Да, 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 да. Это причем было без 15-12 нового года. Не, я знаю, что было, как бы, ну, я знаю, суперподробно не знаю, но знаю глобально. Да. То есть, там, знаешь, а я мне еще пишу... То есть, у тебя был офис, да, давай, вот, как бы, ну, у тебя был офис, там, все такое. И в один момент ты понимаешь, что вся команда встала и ушла, или как это было? Не, не вся, не вся. Там 60%, может быть, 50%. Вот, но мне нужно было сохранить именно офис. Ну, важные люди, да, ушли именно? Производство. То есть, ну, как, ну, важные. Ну, это была шапка управления, или это были, там, линейные сотрудники, или это были... Да, шапка управления, часть, как бы, и... И за ними, естественно, найти. И пацаны, да, да, да. Какая вообще фень это происходит? Смотри, получается, я на Ютубе, там, что-то рассказываю, да, там, показываю какие-то результаты, у меня, там, определенная цель, мечта, да. Да, и я, получается, притянул к себе людей, которых это отзывалось. Вот. И когда ты... У тебя небольшая команда, это одна история. То есть, ты можешь сам коммуницировать с пацанами, там, да, и они тебя видят, и ты, ну, в своей команде. Ты начинаешь расти, у тебя, получается, уже ты... Команда растет, растет, а тебе нужно уже на уровне выше, маркетинг, что-то еще там, управление. Тебе же нужно всех прокормить. И ты немножко начинаешь отдаляться. То есть, ты не то, что ты становился королем, у тебя просто задачи начинают другие становиться. Вот, то есть... А люди-то приходили, грубо говоря, ну, к тебе, на сути. Вот. И в этот момент... Как я тебя понимаю, даже себе не представляю. Да, то есть... И, получается, ты уже начинаешь... У тебя там кто-нибудь, грубо говоря, твой, условно говоря, пускай будет заместитель, да, и он начинает с ним общаться уже, да. То есть, у них начинают, ну, какие-то коммуникации. Люди приходят на тебя, а у них начинают коммуникации выстраиваться. И тебе, получается, ты не можешь... Ну, представьте, у тебя 100 человек, допустим, да, там, что-нибудь еще, там, куча всяких этих задач, там, какие-нибудь другие отделы. Ты просто физически не можешь быть везде и со всеми. У тебя коммуникация нарушается, нарушается, нарушается. Плюс у нас, ну, как, мы же все мастера были. В форс-монтаже были все это мастера. То есть, там менеджеров практически не было. То есть, ни у кого не было вот именно этого такого управленческого знания, даже менеджерского. А к менеджерам мы относились, знаешь... Ты сейчас говоришь, ты прям про меня рассказываешь. Прям вообще, вот прям про меня, про меня. Ну, давай. К менеджерам мы относились... Ну, я же тоже, я по образованию кто? Мастер девочных работ. Маляр, штукатур, плиточник. Вот. Маляр, штукатур, плиточник решил стать генеральным директором. Вроде как бы он стать-то стал, да, номинально. Но вот именно интеллектуальный, управленческий. То есть, он как бы им не стал. Ну, да, я немножко с темы на тему скачу. По сути, когда ты плиточник, твой инструмент это шпатель, плиткорез, болгарка, фигарка, да? Хорошо. Ты меняешься, допустим, с плиточника, ты становишься маляром. Ну, ты же уже не можешь работать зубчатым шпателем. Малярке нет. То есть, плиткорез тебе уже не нужен, не нужен. То есть, ты уже на другую ступеньку, пускай на параллельную перешагнул, да? То есть, там одни инструменты, тут уже другие. А если ты переходишь уже на прораба? Я уже рисовал где-то. Вот смотри, какая штука. Когда мы начинали, наш инструмент, мой инструмент был. Это, ну, допустим, возьмем шуруповер или перфоратор, неважно что. И это был наш инструмент. То есть, грубо говоря, у меня там был инструмент на полмиллиона, например, в начале. И ты классифицируешь свою компанию, вот ты, вот твои компетенции такие большие. И вот твой инструмент, вот он столько же. А потом со временем, короче, так получается, что инструмент, конкретно вот именно физический, шуруповерт, он такой уменьшается, короче. А структура, которая жрет деньги и все остальное, она увеличивается, понимаешь? И то же самое с тобой стало происходить. Ну, то есть, грубо говоря, когда ты мастер, универсал или просто обычно начинаешь, вся твоя задача, это типа твой инструмент, вот и все. А потом у тебя начинаются компьютеры, офисы. Ну, я сейчас немножко не про то. Ну, все равно. Я сейчас, грубо говоря, про инструмент. То есть, смотри, плиточник кладет, ему плиткорез нужен для того, чтобы класть его инструмент. Маляр, если плиточник решил приквалифицироваться, ему, значит, нужен шпатель, шпаклевать там, да, грубо говоря. А если они вдруг решили стать прорабом, они уже, инструменты, ни шпатель не поможет, ни перфоратор, только молоток кого-то бить. Вот и все. То есть, по сути, у прораба уже другие инструменты должны быть, и они не физические. То есть, по сути, да, это уже инструменты пошли управленческие, на самом деле. То есть, это планирование, план-график, вот это все, да, умение ставить задачу. То есть, вообще-то, искусство ставить задачу, то есть, глаголы начать, правильно сформулировать, чтобы тебя поняли. Вот, у меня, я от пацанов, там, Женька МЧСовец был, там, еще некоторые ребята. У меня, там, Миша. Я получил обратную связь, Лех, ты не умеешь ставить задачи. То есть, я тогда думал, что, блин, мы так долго вместе, ты меня должен понимать. Он на тебя посмотрел такой, хоп, и у тебя все уже получилось. Так вот, это инструменты управленческие, и я их не имел, по сути. Находясь, грубо говоря, пускай не на прорабской, а на руководящей должности. И все рассыпалось? Конечно, то есть, если ты, извините, меня не умеешь... То есть, ты признаешь, что это твоя вина в первую очередь? Все-таки людей, которые... Не, да я буду, на самом деле, признавать все-таки. То есть, надо уметь брать ответственность, вот, и надо, наверное, признавать. То есть, просто, если бы я развивался... Ну, наверное, это как-то не ответ. Сейчас, смотри, там просто... — Ну почему? Это моя ответственность. Я не развивался. Конечно, можно всегда во всех грехах винить и себя, и других, но есть какие-то тоже. Допустим, ты выйдешь сейчас покурить, будет пробегать мимо тебя маньяк. Как ты будешь, если он тебе палец отрежет? — Курить плохая. — Ну хорошо, ты вышел на птичек посмотреть. — Ну вышел на птичек посмотреть, скорее всего, не будет маньяка. — Да, нет, он пробежал мимо, тебе пнул, не знаю, голову отрезал, кто будет виноват. То есть то, что ты вышел туда птичек покурить, — Ну ты был не готов, нужно было тренироваться, ждать этого момента, понимаешь? — Ну да, то есть, грубо говоря, на должности директора компании нужно обладать управленческими инструментами. — Это самое главное. — Учиться этому. Когда у нас строительные форумы были, чему там учились? Гипсокартон пилить, разговаривать, что-то еще. По сути мы не учились. — В лучшем случае продавать себя, в лучшем случае. — Да, управленческим компетенциям. То есть все вообще форумы проходили, по управлению там ничего нет. То есть, по сути, там есть рекламодатели, да, спонсоры, которые приехали гипсокартон показать, либо, грубо говоря, волну там, что-нибудь такое, да. — Если они еще выступают, то это вообще жопа. — Ну то есть есть мы, грубо говоря, нам прикольно тусовка, вот. То есть со временем ты от таких форумов немножко встаешь, тебе как бы... И у тебя, на самом деле, если ты находишься уже где-то там, тебе что-то чувствуешь, что-то другое. — Тебе неинтересно. Ты вообще, ты просто смотришь на это и такой думаешь. — Ну у тебя проблемы другие. То есть тебе не как шпаклевать, там факел раскрывается. То есть тебе нужно, блин, как тебе людей-то работать, работать, обеспечивать. Как тебе команду удержать, да? — А аудитория же к тебе пришла, которая вот хотела вот это. — Да-да-да. — Ну ты быстрый, ты красавчик, ты вот, ты смог сделать контент для клиента, прям молодец. Я смотрел прям и такой думал. Но ты стал выпускать в одно время контент для клиента. Ну то есть обзоры своих квартир, рассказывать сколько стоить, что и как. И в этом ты прям большой молодец. — Там очень много старого контента, он много где с негативом, я немножко неправильно формулировал, потому что у тебя, смотри, многозадачность, некоторые говорят, там, многозадачность — это прикольно, там, я умею работать. На самом деле, многозадачность, она пипец выжигает. То есть многозадачность вредна даже для мозга. То есть я был в такой многозадачности. — А ты вот в тонусе остался, когда вот жопа была? — В тонусе? — Нет. — Прям сильно выскочил? — Ну я вообще, меня выбило конкретно. То есть я как бы себя только это, значит, за счет чего не было. — А как ты вот справился с этим? — А, у меня тут целая методика. Два года над этим работаю до сих пор даже. То есть полтора года вообще, там прям у меня жестко прям было, я вообще не улыбался. — Реально. — Ну то есть как бы для меня такое... — Я знаю, ты пропал прям вообще. Я тебя увидел в Сочи. В Сочи уже тебя подпустило. — Не-не-не, в Сочи... — Еще нет, да? — Ты что, меня отпустило только, по сути, под конец 21-го года чуть-чуть. — Я помню, ты пришел ко мне на днюху, помнишь? — Ага. — Вот, да. И там ты... Ну, короче, мы так ненормально по душам не смогли поговорить. Может, место не то было и вообще... А потом в Сочи мы поговорили уже. — В Сочи все равно все тяжело. То есть я говорю, то есть вообще начало... — Вот ты уже говорил, понимаешь? Ты уже говорил тогда. — Нет, это просто, может быть, я не показывал, что я там в душе, постоянный страх, тревога, неуверенность и тому подобное. — Посмотри, с моей стороны это же как выглядит. Ты ко мне приходишь на прямой эфир, я помню. Мы с тобой три часа там просто... Потом когда уже телефон мы выключили, и все равно это не оставалось. — Не-не-не, это же произошло до. — Вот именно. Вот именно. — То есть мы тогда встречались до этой ситуации. — Да, до, до, до. А потом я узнаю эту фигню. Потом я тебя в следующий раз... Я тебя три раза видел. Потом на днюхе у меня. Вот. А потом в Сочи. А теперь сейчас. И сейчас прям вообще неплохо, кстати, хочу сказать. — Я тебе так скажу. Я просто... Если перечислить инструменты, которые у меня пользовался, чтобы себя изменить, наверное, на два листа А4 выйдет. Просто инструменты. психолог, там, аффирмации, там, спорт, бросание курить. — Техники прощения. — Да-да-да. То есть я не курю, не пью, кофе не пью. Вот. Что у меня два раза в неделю... Ну, конечно же, бывают там сборы какие-то. Два раза в неделю это уже силовые тренировки. У меня по графику, по идее, пять раз в неделю это зарядка. Она только меняется. Она бывает либо там в шесть выбегаю. Либо она позже. То есть в зависимости от графика обучения. Вот. Сейчас, короче, у меня дом-ремонт. Поэтому не получается это выдержать, потому что это еще одна задача. Такой думаешь, сука, как вообще рулят компаниями люди. То есть просто есть размер бизнеса. — А что у тебя в бизнесе сейчас? — Маленький, средний, большой. — А? — Что сейчас в бизнесе? — Что в бизнесе? Идет процесс осмысленного управления. — Штат большой сейчас? — Штат... Да тут, знаешь, нет. Небольшой. — Небольшой по сравнению со ста человеком или небольшой по сравнению там? — Ну, небольшой, скажем так, порядка, наверное, где-то пятидесяти человек. Но у нас есть, соответственно, подрядные организации. Мы тогда сейчас по маркетингу уже, то есть там новый человек приходит, не внутри штата держать людей, а подрядным организациям тоже обратиться. Потому что, когда ты берешь... — А управленцев, хорошо. Бог с ними, с линейными. Вот. Верхняя шапка. — Полностью поменялось. То есть, когда вообще произошло в 2020 году вся такая фигня. То есть, я осознал одну вещь. Компания построена чисто мастерами и отрицающая. Менеджмент, она не проживет. — Не проживет. — Да, потому что... — Она как только немножко вырастает, рассыпется. — Потому что там менеджмент. — Иерархии нет, все хана. — Ицхак, одизис, менеджмент, жизненный цикл компаний. Все про это пишет. То есть, компания, она, по сути, как ребенок. Для маленького одни штанишки, для другого уже другие штанишки. Вот. И там подобное. И еда такая же. — Ну, ты что-то не объяснишь. Вот ты сейчас мне говоришь, я тебя вообще понимаю полностью. И тут же, при этом, я встречаю, мне там, знаешь, говорят. А там типа, а вот это что? Вот это все фигня, короче. То есть, когда человек просто мастер, у него вообще другие, другие компетенции абсолютно. Сейчас, получается, ты работаешь с подрядчиками, да? То есть, по большей части. — Нет, не по большей части. Просто пересматривается. — Помнишь, я тебе скрин присылал, чувак мне писал, типа, вот я там иногда в форс-монтаже работаю, иногда там, хочу у вас. Ну, это, в принципе, классика, я тебе просто вот прислал. Вот эта беготня, короче, она будет всегда среди линейных сотрудников. — Нет, он не линейный. Он как подрядчик в основном, этот пацан. Вот, то есть, как бы он не один. Просто у нас сейчас там на самом деле могут зайти вообще, таких объектов у меня в жизни не было. И дай бог, и пускай войдут. Вот, и тогда его там конкретно загрузим. Вот. — Я понял. — Ну ладно, это другая тема. — Слушай, а вот, ну, так ты мне и не объяснишь. У тебя офис, все дела? — Слушай, офис, да, у нас есть. Но там нету ремонта. — Сколько проектов ведешь? — Проектов? Слушай, по количеству тебе не могу сказать сейчас, сколько именно. Это точный проект. Там порядка двадцати. Ну, то есть… — Да фига, я не знаю. Никогда в жизни у меня столько не было. — На самом деле у нас начало… То есть то, что было тогда, до двадцатого года, они такие более мелкие были. Сейчас уровень клиентов менялся. Вот. У нас там есть, допустим, даже из аппарата президента появились люди. — А тебя вот тот сайт, да, который ты делал, он до сих пор вывозит? Да, вот я хотел про сайт поговорить. — Сайт нет. — Нет? — С позиции маркетинга. — Нет, я имею в виду как вот удержание. Ты говоришь, вот зайдите на сайт, посмотрите, человек начинает тыкать, и он уже понимает, да? Ты даже когда сюда зашли, ты говоришь, мне нужны фотки на сайт. Ты вот так мыслишь. — Нет, 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 мы сейчас вообще все будем полностью менять. Я снесу его нафиг. Он не конвертирующий сайт. Он больше как… Да, красивый. Но он… Короче, была сделана ошибка, это рукописный сайт, он пипец дорогой мне обходился, короче. — Ну да, я понимаю, нет, нужно… — Да, то есть, блин, это просто, знаешь, что это делается? Это делается из-за того, что, ну, нету знаний, допустим, да? На самом деле, в принципе, вот так вот если посмотреть на все вещи, нужно работать с профессионалами. — Да. — То есть, да, там даже… — Даже не представляешь, что я сейчас нанимаюсь исключительно профессионалами. Просто я вот ищу, короче, кто вот лучший в сфере продажники, там, знаешь, там, монтажеры, операторы, короче, вот я просто тупо, вот если я ищу моему мошн-дизайнера, да, я просто прямо вот иду и беру анкету и смотрю. Мне вообще похер, я смотрю, стоп, и я с ними разговариваю. И некоторых… То есть, ну, если у тебя даже нет бюджета на… ну, на этого человека, да, ты можешь с ним все равно договориться, если ты действительно там человек-продукт, и у тебя действительно, ну, что-то нормальное. То есть, я вот умудряюсь договориться там за средний, скажем так, бюджет взять лучшего, кого могу. Вот, и это очень важно. То есть, и как только ты работаешь с самыми худшими, ну, вот, понимаешь, что проблема? Все не хотят работать, вокруг одни алкаши, то есть, это потому что ты пытаешься всегда найти человека, кто слабее тебя. Типа, ну, нафиг. Это вообще, это просто отдельный разговор, и он такой долгий, прям вообще сильно глубокий. Работать надо с профессионалами, ты мне тогда еще говорил, помнишь, когда ты мне сказал, Рувим, если у человека не может, если он не может тебе фотку в WhatsApp отправить, короче, не может, типа, он с ним вообще не работает. Это было золотые руки, фиг знает когда, помнишь? Это вообще очень давно было. Вот я еще тогда, ну, прикололся с этой фразой. Не, я сейчас уже, знаешь, что говорю, я уже не про строителей говорю, я уже говорю про менеджмент, про маркетинг, про эту всю тему, потому что, допустим, та же самая какая-нибудь, у меня же не было никогда активного маркетинга, то есть, он только начал появляться в конце прошлого года. Вот, и… Ну, мы с тобой просто закрывали это все из-за YouTube-канала. И у меня, и у тебя такая же фигня, одинаковая, понимаете, прекрасно. Вот, то есть, и вообще, когда я туда начал окунаться, я вот в течение этого года туда плотно очень окунулся, я там охренел просто от количества задач, там, структура отдела. А что тебя мотивирует вообще вот дальше в стройку продолжать? Не думал забросить? Ну, типа, с такой количества сил, энергии тратить? Я тебе так скажу, у меня в 20-м году, я прям, я вообще задался вопросом, тем или я занимаюсь, меня прям вот так подкосило, конкретно. Вот, но у меня, как тебе сказать, стройка, она такая, ну, может быть, знаешь что, на тот уровень, то есть, для того, для меня, это как бы, безо тех знаний такое могло, мнение прийти, что забросить, и тому подобное. Есть же лучший опыт. Я вот, допустим, был недавно в интерьерном салоне. Ну, это, да, подразделение стройки, ну, тут, допустим, сравнить с одними комплектаторами, у которых маленький, там, офис, вот, и одни принципы. Я пришел в 2000 квадратов, просто зашел, ну, вот это, блин, новый уровень, вот это, да, там, кухня в Алькучине, диваны, эти, я уже забыл, дорогостоящие, Европа, США, все вот это, то есть, ну, раньше вообще даже об этом не думали, а сейчас, да, уже думаю, комплектация, полная упаковка проекта, мебелью, всеми пирогами, причем, не в том представлении, ну, как я говорю, 2000 метров элитного, всего этого дела, самого дорогущего, там, семь шкафов на весь мир стоит, один из них там, точнее, стоит, вот, просто уровень знаний, то есть, ты помнишь, что ты мне говорил, когда я тебе задавал такой вопрос, ну, по поводу мотивации, что тебя мотивирует в сфере? Слушай, раньше меня мотивировало то, что я хотел создать лучшую команду, потом лучшую компанию, то есть, первое, 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 но когда вот эта штука произошла в 20-м году, у меня на два милы, и мне вот это себя восстанавливать, я вообще, то есть, я придумал, блин, чем я занимаюсь? Что сейчас? Сейчас, не, я сейчас получше восстановился, то есть, я сейчас себе сделал для того, чтобы на жизнь по-другому смотреть, у меня там есть список, триггеров определенных, там, допустим, все, что не делается, делается к лучшему, там, да, если тебе дискомфортно, значит, ты растешь, вот такие вот вещи, поверье ваше будет вам, не имеющему даться, не имеющему отнимется, то есть, такие божественные правила простые, да, то есть, я себе их напоминаю, то есть, меня это начинает, то есть, я сейчас занимаюсь перепрограммированием, по сути, мозга, то есть, своих, подсознания. Ну, ты же не можешь просто этим только заниматься, ну, то есть, ты же... Нет, я этим только не занимаюсь, мне нужно, то есть, я не могу просто сейчас сказать, так, я сейчас все закрою и пошел, вот я реально не могу так сделать, то есть, у меня есть обязательства и тому подобное, да, у меня там есть определенные еще, соответственно, ну, перед семьей, для того, чтобы перепрыгнуть куда-то, на самом деле, у меня вообще раньше, то есть, много-много лет назад, когда я там был в одних местах, я думал, а чем я хочу заниматься? Мне хотелось руководить, то есть, мне хотелось, конечно, производство, что-то такое, у меня там был, короче, опыт, участка шелкоблоков, я там рулил, я смог поднять участок, то есть, из-за разрухи, я его смог восстановить, то есть, мне, на самом деле, нравится производство, вот, то есть, вообще, стройка начиналась, она начиналась на, в девятом, по сути, году, когда я вот это вот, там, становился сметчиком сначала, что-то еще, меня несправедливость очень трогала, то есть, был, да, там, там сам начал работать. Потом у меня с метчиком, там, на сайте надо было находить заказы, сделать предложение, и там, короче, чуваки делали предложение, там, ну, клиент, ремонт квартиры, тендер выставляет, 500 тысяч, ему пишут за 450, за 350, я такой думаю, блин, осталось, только написать сейчас, за еду буду работать, там, за пирожки я тогда еще много раз, вот, про это говорил. Я, то есть, я такой думаю, блин, и куда же ведет вот этот демпинг? Демпинг ведет потенциально к разрушению вообще отрасли. То есть, тогда еще очень много было... Так и было. Да, да, то есть, ну, вообще, то есть, просто все сыпалось, то есть, когда-то конкуренция, то есть, знаешь, по цене, то есть, я такой думаю, блин, нет, я буду делать по-честному, понимаешь, но я буду доказывать, как бы, ну, стоимость, там, подобное. Я этим, в принципе, на этом и построил вот этот форс-монтаж, то есть, делать дело хорошо, да, и уметь себя показать. Но единственное, что нужно было не, по сути, может быть, не про углы, вот это все, ну, раз рассказывать, нужно было интеллектуально еще расти. Ну, то есть, про углы можно рассказывать, про ценность туда. Не отменять, да, согласен. Надо интеллектуально было расти, тогда бы у меня было пропорциональное движение. Но, как мне сказал психолог, что сделано-то, сделано. И поэтому опрошу, если зажалею, то есть, я мог поступить тогда, как я мог поступить. Вот. Сейчас осознание произошло, я говорю, то есть, за тут, за, по сути, за два, за год у меня изменения, то есть, внутренние, они очень серьезные. И люди так не могут... И ты других людей стал подбирать, да? У меня, вот я с чего еще говорил, когда у тебя компания состоит из одного палитра знаний... Да, они варенят, поверь мне, вообще. Все чуваки, да. Я говорил в этом очень часто. Это будет беда. То есть, это моноинтеллект. То есть, у компании есть интеллект. Да. То есть, либо он будет разносторонним, как палитра. Красавчик. Радуга, да. Прям приятно тебя слушать. Либо все будут односторонние, все будут углы пилить там, да. Да, да, да. Из-за них мастеров. У меня такое было, вот мы, я сделал против, шесть человек, да, грубо говоря. И мы сидим такие, и у нас даже новые идеи не приходят, потому что мы так знаем, что... И знаешь, что я стал делать? Я стал звать на каждое субботнее собрание чуваков из другой сферы. И это была топовая тема. То есть, я такая... И ты начинаешь, и ты говоришь там, то-сё, давайте попробуем бизнес, давайте то, давайте кальянную купим, а давайте то. И, короче, и мы так раз, 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 и каждый по-своему разошелся, но все равно присутствует это у нас. Ну, мы тоже все мастера, и это косяк, это прям косяк. Но сейчас я умудрился как бы совместить бульдога с носорогом, и у меня вот прям по-другому все пошло. Ну, если честно, так вот посмотреть настройку, мне кажется, что она, ну, на данный момент, мне кажется, что она такая достаточно сложная. Ее, наверное, не просто систематизировать, навести порядок, но я как бы не сдаюсь, и я в этом направлении действую. Ты прописал, у тебя есть роли? Роли и функции? Нет, 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 нет. Вот смотри, есть должностные инструкции, да, которые вот функции, а вот есть роль в компании. Ну, то есть статус, да, например, вот я назвал его статус, его можно назвать еще роль, короче, вот здесь статус в компании, да, вот есть там РПшник, как ты называешь руководитель проекта, есть там руководитель направления, вот у меня во всяком случае, да, там есть у тебя там мастер, который умеет учить, да, вот у меня, допустим, это ментор, есть, короче, просто мастер, есть подсобник, есть ученик. Не, у меня это не прописано. Не прописано? А потому что тут зависит, то есть у кого есть время и спокойствие, лучше заниматься, прописаться. Подожди, стоп, стоп, стоп. А у меня просто, у меня вот так вот, у меня просто на разрыв. Ну, так просто, а как ты говоришь, я строю систему, если нет таких штук, как без них? Ну, чтобы, ты же не можешь сразу в одном месте везде все построить, взять, заняться мастерами. У тебя, соответственно, получается одно, то есть ты можешь участками хотя бы как минимум, маркетинг, что мне нужно? Мне нужна лид-генерация, то есть мне нужны заказы, да? Вот. И, соответственно… Подожди, стоп, давай про продукт поговорим. Это тоже… Это часть компаний, но это не продукт. Это часть компаний, и этот отдел тоже нужно систематизировать. Нужно, грубо говоря, найти порядок. Ну, у тебя с этим неплохо, ну, что ты начинаешь? У тебя хорошая лид-генерация? Мне нужно больше, чтобы я не переживал. То есть мне нужно больше, чем я хочу. Хорошо, дальше, окей. Вот у тебя куча лидов, что дальше? Что дальше? Я спокойнее себя чувствую. Я пойду сделать отдел продаж. Стоп, похуже всего. Секунду. Нет, они продали уже. Все, допустим, у тебя есть отдел продаж, вот у меня есть отдел продаж, все продается, все нормально. А продукт. А дальше, понимаешь? И ты можешь продавать целую кучу всего. Я не хочу сейчас говорить про разных ребят, у которых целая куча потом судов и непонятно чего. Они ходят, рассказывают, лечат кого-то, а при этом у них по 8 судов, по 9, короче, и, ну, в общем. Ну, понятно. Это как бы, ну… Соответственно, ты переключаешься на продукт. Да, а продукта нет, и все, все рушится тогда. Ну, это понятно. То есть ты просто-напросто в этот момент, когда у тебя много входящего, да, то есть ты не можешь больше обработать, ну, блин, ты берешь самое то, что тебе надо, и все. Вот. И если у тебя есть запас денег и спокойствие там, то ты можешь уже заниматься нормально развитием, ну, команды, продукта, по сути, то есть вот систематизации там. Стройка на данный момент, как я считаю, одна из самых трудозатратных, то есть в области систематизации. Самая сложная, мне кажется. Да, да, да. Потому что, смотри, вот, допустим, отдел маркетинга, то есть как я сделал. То есть мы нашли эксперта, и через эксперта мы подбирали, допустим, отдел маркетинга специалистов. То есть прям построение с бизнес-процессами, прописанием и тому подобное. С регламентами. Вот. То есть когда ты без такого, ну, скажем так, эксперта будешь строить, блин, это будет тяжко. То есть я просто даже за этот год, я просто охреневаю, сколько там знаний нужно. Вот. То есть и там иногда такой сидишь и думаешь, блин, на натуре может быть проще с подрядчиком работать. То есть там не будешь себя строить. По сути, когда ты у тебя у себя формируешь отдел какой-то, ты по сути строишь у себя маленькую компанию. То есть у тебя получается сразу же фокус, если у тебя есть стройка, и как ты только задумался о деле продаж, это, блин, это реально, это мини-компания. Так и есть. Поэтому есть роб всегда. По маркетингу, грубо говоря, это мини-компания. Вот. То есть получается у тебя фокус. Вот я, допустим, знаю там Диму Абис с Новосиба. У него фокус сдвинут чисто в стройку. У него стройка хорошо налажена. Ну, я имею в виду, мы пообщались. Да, да, да. У него, понимаешь, у него с лидерей генерации он не парится. Он там от дизайн-студии, допустим, там получает от дизайнеров. Но у него в этой ситуации нету зато права порулить дизайнерами. Понимаешь? А у меня какая ситуация происходит? Ну, подожди. Это такая двоякая штука. То есть со временем, если у тебя хороший продукт, как бы остальное приложится. Сейчас объясню. Зачем нужно порулить дизайнерами? То есть у нас какая практика в основном? Заходили к нам раньше, все чужие проекты, и каждый раз ты с новой каркозяброй начинаешь работать. Каждый раз новые проекты. Этот свои, допустим, дизайнер выполняет свои функции, да. Тут не выполняет, там клиент выполняет. И у тебя такая хаос. То есть ты не регулируешь процесс, то есть ты не управляешь проектом. То есть тебе, как основному подрядчику, нужно управлять временем, проектом, финансами. Если у тебя дизайнер не подчиняется, то есть ты его не вставил, не отвечает по срокам, по ставке материалов, у тебя комплектаторов нет. Все, у тебя руль не в твоих руках. Ну вот я просто говорю, вот смотри, на основании чего ты, грубо говоря, хорошо, давай перейдем к другому. Ты делаешь предварительную смету? Ну у нас, да, есть предварительная смета. Нужен же бюджет. Нужен, да. На основании бюджета делаешь график, верно? Да, он так и должен. Не на основании бюджета. На основании уже более детализированной сметы раскидывается план графика. Да, на основании сметы ты делаешь, я неправильно выразился, на основании сметы ты делаешь уже план график, все, пошли. Потом, конечно, там изменения, пошли, пошли и так далее. У тебя за каждое направление отвечают просто подрядчики или все-таки вот внутрянки. То есть, ну есть кто, вот управленцы, понимаешь? Без этого типа ну никак. Вот сейчас у меня, нам просто два проекта крупных заходят. У меня сейчас такой полуколлапс, грубо говоря, именно в управлении. Я сегодня прям связывался там с одним системщиком, объяснял ему ситуацию, что делать. То есть, он говорит, то есть, у меня у самого были мысли, что там, ПТОшника надо желательно вводить руководителя проекта. Однозначно. Более того, еще руководители направлений. Ну вот у нас там, допустим, Виталий, он достаточно такой серьезный парень. Просто вот смотри, вот руководитель проекта, блин, он даже, вот руководитель проекта, не должно быть там инструментов, там того-сего. У него даже не обязательно суперкрутые должны быть знания в плане работы. Да, он должен понимать, он должен… У него должны быть хорошие знания. Но у него должны быть, знаешь кто? У него должны быть руководители направлений. То есть, хороший электрик, хороший сантехник, хороший… Не, 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 я сейчас говорю немножко про другое. Руководитель проекта, я подразумеваю, не прораб, то есть, и не один в одном человеке и менеджер, и прораб. Нет, руководитель проекта, им это больше менеджмент. Вот, именно управление графиками, подрядчиками, коммуникациями, общение с заказчиком, документы оборота. Потому что без адекватного документа оборота рано или поздно… Это отдельная история. Да, может произойти те самые судебные дела, даже если ты будешь довольно-таки неплох. Документами надо уметь управлять. И плюс еще, знаешь что, за все годы я понял, что надо уметь пользоваться договором. Каждый пункт, у меня сейчас даже, мы там сделали инструкции, как читать те или иные пункты договора, как действовать в тех или иных ситуациях. То есть, потому что, чтобы, когда мы будем заводить уже менеджеров, то есть, чтобы у них были инструкции, как действовать в тех ситуациях. Но чтобы вот это все настроить, просто я там смотрю, у меня так глаза вот такие. Я сегодня этому эксперту другому уже в систематизации задал вопрос, я говорю, куда бежать-то в маркетинг, в производство, в другое, в другое. Он говорит, сейчас производство, сейчас надо спасать Виталию. Слушай, я тебе открою, я открою, короче, тебе. Я покажу тебе, к чему я пришел в иерархию компаний. То есть, вот у меня есть, короче, там компания, дальше отдел продаж, дальше идет там продукт, дальше идет академия, короче, грубо говоря. То есть, ну, ты ко мне приходя, ты по-любому попадаешь в какую-то там академию, да, потому что без этого никак. То есть, более того, даже мы сделали, как бы это словарь, чтобы говорить на одном языке. Все слова описали и, грубо говоря, и ты даешь. И много-много чего еще на разработке. То есть, я уже молчу про техкарты. Ну, вот вопрос такой. Вот ты вот, техкарты, разработка, вот эти вот вещи. За счет каких ресурсов ты это делаешь? Кто это делает? Вот. Понимаешь, это первое, кто это делает? Поэтому я говорю, у меня синергия сейчас. То есть, у меня, знаешь, до 24-го числа я типа неплохо качал с медики. Вот. И я перекрывал все эти моменты. То есть, я мог вот идти офис, то, все, пятое, десятое каким-то людям и так далее. 24-го я лишился всех контрактов и пересмотрел свой весь подход вообще к бизнесу. Прям сильно. И вот не было беды, типа несчастье помогло, да. У меня просто отвалилось все. Я такой сижу, такой думаю, так, ну, все. Повезло, что у меня подушку я там накопил и прочее, прочее. Но основные-то бабки, я просто посчитал, что я умудрялся, знаешь, как делать? Я не вытаскивал свою долю из проектов очень долгое время, а потом просто вытащил. И как бы, ну, неплохо получилось. Вот. Так вот, стройка только единственное. Ну, то есть, в моем случае сейчас нет. Не только стройка. Ну, то есть, не только стройка. То есть, я делаю это, что в Академии. Еще несколько проектов прикольных. И я сделал синергию. То есть, я смог сделать так, чтобы у меня был ревичик. Я смог сделать так, чтобы у меня был дизайнер. Я смог так сделать, чтобы у меня были на карандаше огромное количество мастеров. То есть, ну, грубо говоря, прям крутых. А дальше руководители проектов и руководители направлений. У меня иерархия следующая. Еще раз говорю, у меня есть руководители направлений. Это важная штука. Все берут почему-то РПшника и думают, вот назовем прораба РПшником. И будет нам счастье. Ну, если, допустим, направление электрика. Не будет. Да, допустим, вот этот чувак, знаешь, кто это такой? Это человек, который экспертен хорошо в электрике. У него есть уже сотрудники, ну, грубо говоря, линейные, которых я даже могу не знать. Вот так у меня так и есть. И он имеет инструмент, он имеет там авторитет и прочее. То есть, это уже, знаешь, на бумажке я тебе расскажу, покажу. И такая система работает. Тут такая система работает. Извините, что ты себе там оставляешь 8%, например. То есть, я рос, короче, по-разному. Я пробовал 50 на 50, там разные то-се. В конце концов, я пришел к тому, что… Блин, у меня сложная система очень. То есть, я пришел к тому, что нужно четко поделить маржу. Четко просто. Потом этой вот маржой, грубо говоря, то есть, есть вот, скажем так, себестоимость. Себестоимость – это то, что получает мастер. Непосредственно на руки стоподов. А дальше есть, короче, маржа. И вот, как правило, руководители компании забирают всю маржу себе. Это такая глупость просто. Я от маржи забираю себе в лучшем случае 20%, а то и меньше. От маржи именно с чего? С какого вида? С любого вида работ. Вот, допустим, мы говорим… Нет, работы, материалы, управление подрядчиками, сурбозаказчиками. Со всего. Со всего. Со ведения объекта. То есть, у нас, грубо говоря, стоимость ведения объекта, то есть, услуги РПшника, они там, грубо говоря, стоят 10%. Вот с этих 10% ты точно так же оставляешь себе, грубо говоря, 8%. Ну, образно. Остальное им. То есть, смотри. Сейчас, секундочку. Ключевая штука – это финансовая структура. Вот если ты финансы построил нормально, и человеку, в принципе, ок, конечно, всем не ок. Все равно есть протраты, есть люди, которые протратились, есть там и воровство, разная херня. Если у меня недавно случилось кое-что, там пришлось заявить, заявление писать, чувак сел. Вот такая фигня была. Причем, ну, короче, долгая история, потом расскажу, может быть. Так вот, после финансовой структуры у тебя должна быть дальше регламенты. Кто за что действительно отвечает. То есть, вот у меня есть четкое понимание, что если, грубо говоря, руководитель направления, он не согласовывает цены с клиентом, он не согласовывает цены там с кем-то, это делает руководитель проекта. А вот материалы, которые нужно сделать, это задача его, понимаешь? Дальше общая мотивация. А вот руководитель проекта должен четко, офигенно в план графики, да, грубо говоря, поставить кто за кем и следить. И если что-то вдруг не получается, с ними работать. И клиенту, кто доносит о том, что деньги заканчиваются. Кто доносит клиенту. То есть, ну, вот эти вот все, это все должно быть написано. Если этого не написано, все филькина грамота. Если у тебя больше 10 человек, все, хана, все развалится, просто, просто вот так. Это понятно. То есть, у нас тоже есть написанное, но пока оно не прикреплено к процессу. Вот в чем пока все дело. У тебя в софте люди работают или просто пока без софта? Ну, у меня есть, мы пробовали все. Asana, Mira, Notion. Ну, Notion, другая база знаний, мы там ее делаем, держим. Но мы выкачали оттуда, потому что с этими всеми историями, не знаю, куда там 160 гигов накопилось, короче. Вот, мы сейчас переделаем второе. Естественно, короче, мы сделали 101 себе. Мы настраивали 6 месяцев почти. То есть, у меня настроено офигенно. То есть, основная история, то есть, в том, что мы разобрались, во-первых, в 101. Мы сделали эмулятор под себя полностью. И мы очень, очень, я очень много потратил времени для того, чтобы разобраться. Дальше. После этого всего, то есть, я сделал Excel. Excel – это лучшее, что только может быть для того, чтобы видеть план графики, для того, чтобы делить прибыль линейных сотрудников. То есть, это лучшее приложение. То есть, если у тебя никто не разбирается в Excel, это, ну, типа, вот прям очень плохо. Ты не видишь, ты просто не понимаешь. Ты не понимаешь, что происходит вообще у тебя. Ну, понятно. Ну, мы, видишь, мы под план графики. Мы, допустим… А сейчас, ну, вообще, то есть, я прям смотрю в плате, то есть, у меня в Академии, у нас есть и Bittrex, и Ama. И я смотрю четко в сторону прям CRM нормальной. Даже в стройке, даже в стройке. Ну, плюс у меня же еще есть отдельные бизнесы, да, там, кальянные, мы по-другому там ведем, да. Вот, и теперь я понимаю, у меня есть, грубо говоря, Академия. Она вообще, у них другие бизнес-процессы. То есть, понимаешь, мы с тобой сейчас поговорили, да, о чем-то. Мы теперь делаем протокол встречи. После протокола встречи, вот мы приезжаем на объект, клиент там. Да, я знаю. Протокол встречи, после протокола встречи делается агрегированный план график. То есть, кто за что отвечает. Бюджет, то, сроки, даты, то есть, все дело. И дальше все это во времени, типа, как вот, типа, что-то среднее между Kanban, грубо говоря, и… Диаграмма Gant. И Gant там, да, среднее это что-то. И вот APG-схема, APG-графики, да, то есть, агрегированный план графики, они, без них вообще не понимаю, как работать. Как я раньше работал, без них вообще не понимаю. Мы тоже. Ну, естественно, да. И вот это все и есть интеллектуальная собственность компании. Вот без нее, типа, вообще ты не вздохнешь просто. У меня, знаешь, какая история? То есть, когда мне это все показали, когда я стал это применять, я прям вздохнул очень сильно. То есть, ты садишься в самолет, вот прикинь, какая история, три с половиной часа тебе лететь. Ты, так знаешь, ноут открыл по взлете еще там, когда вы еще даже высоту не набрали, но у тебя уже мозги не парят. Ты так открыл ноут, и тебе просто уже такая, знаешь, пожалуйста. И ты не вышел из Excel даже никуда, вдумайся. Прикинь, ты не вышел из Excel три с половиной часа, ты такой закрыл, и у тебя блаженство. И ты просто кайфуешь. Вот это управление компанией. То есть, это не углы под 45. Это не то. Но без углов под 45, без команды вот таких чуваков, которые делают там поножки у нас на объектах, такие, что просто я захожу, и такой, знаешь, и у меня такой пот просто, я думаю, что это вообще такое? 260 кусков на 18 квадратах, прикинь, на гидрорезе. Я говорю, это кто придумал? Я, прикинь, даже не в курсе, что у меня на объекте такая тема. Я так смотрю, и мне просто плохо. Мне говорят, да это еще фигня, смотри. Открывают стену, а там, короче, внутри канальный блок, все в ТЦ, все эти самые, и вот на одной такой маленькой стенке тропические души, канальный кондиционер, всякое, ну то есть столько инженерии, столько всего. Нет, ну как бы я это понимаю, Норос, но я считаю, Норос, это много-много всего, это передрочь. Да, я говорю, это прям жопа. А потом, знаешь, что происходит с многими мастерами? Больно, что-то мало денег. Потом ты смотришь, ну конечно, братан, ты просто здесь передрачиваешь. А это уже смета, да, это передрачивают. Нет, нет, дело не в смете, Норос. Дело в скорости, в управлении стройкой. То есть люди готовы, Норос, передрачивать столько, что даже при смете, хоть в два раза. Ну, у тебя, смотри, чтобы сделать смету, у тебя есть, короче, клиент, рынок. Да, однозначно. Вот, то есть ты же не можешь так вот просто, пацан у тебя медленно работает, но делает охеренно. Да. Такой, братан, я вот под тебя прямо сейчас изменю смету. Нет, не можешь. Пошел к клиенту, грубо говоря, и вообще в рынок вышел. Так, у меня теперь не 50 тысяч рублей за квадрат, теперь сотка будет. Да. Да, ну попробуй, потом защити. Попробуй сотку защити, да. Да, да, да. То есть, ну ты под каждого мастера будешь подстраиваться? Такое не очень. Не вариант вообще. Да, то есть вот это вот. Просто вот этот перфекционизм, с которого я начинал-то всю эту стройку, там вот это все ввел, там фотографии, пятое-десятое, что за мной много чего начали повторять-то, оно просто-напросто, на самом деле, я вот у психолога был, перфекционизм — это реально, это порог, это грех, вот, это неправильно. Перфекционизм — это грех. Да, это грех, да. То есть он мне сказал, потому что, получается, ты когда становишься перфекционистом, то есть ты пытаешься сделать идеально, а идеален только Бог. Вот. То есть он мне прямо это объяснял, у меня потому что из-за этого прямо само поедание было, мы сделали неидеально. Я сам уничтожал себя. У меня вся команда практически такая была, блин, неидеально, неидеально. Я пришел с запросом личной вины, прикинь, я пришел к психологу, я тоже хожу к психологу. Блин, пиздец, сколько, там уже по 40 лет мы ходим к психологу, Леша. Это вообще правильно. На самом деле, блин, люди обращаются... Сейчас, можно я скажу? Вот люди, многие мне говорят, там, я сам починю себя, блин. Вот когда люди хотят сделать себе ремонт, да, сам себе ремонт сделай, прикольно. То есть мастер сам себе сделает ремонт, вот, а зубы починить, я сам себе починю. То же самое, блин, и с психикой. Надо обратиться к психопрофессионалам. Я сейчас, допустим, обращаюсь там, у меня сначала один был, потом Хорс Михаил. Сумим, я курить бросил и пить бросил. Я просто такой был, а теперь Михаила хочу бросить пить. Вот так я делаю. Да-да-да, то есть одним днем я тогда, помню, бросил. Но сначала мы поработали со стрессом. Это вообще меня вытаскивал прямо из... А чувство вины есть у тебя? Чувство вины? Нет, наверное, чувства вины так шибко нету. То есть я уже знаю, то есть я уже могу отслеживать состояние, внутренний свой диалог, в принципе. То есть я знаю, когда у меня начинает укатываться вниз, мне надо себя выдернуть. Везет тебе. Да, то есть внутренний диалог – это очень важная штука. Там даже, причем, до перестраивания, то есть фокуса картины, то есть переключиться с внутренних проблем, а я очень много раньше в внутренних проблемах фокусировался, там, голове копошился, на цели. Но это буквально у меня два месяца, я над этим даже полтора работаю. У меня вообще, в принципе, изменения происходят, скажем так, каждый месяц. Ну, как объяснить-то? Допустим, как я вышел из тревоги практически окончательно? Посмотрел там одно видео. Ну, как бы, то есть когда ты постоянно в этом направлении что-то смотришь и интересуешься. Ну, подожди, ты два года же все равно работал. Конечно. Ваша компания же работала. Работала. А ты сидел ныл, что, короче, люди какие-то там от тебя ушли, что-то там себе сделали. Ты реально переживал из-за этого? Нет, 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 подожди. То есть я переживал от обязательства, которые свалились, да, то есть там финансовая нагрузка, по сути. А, бабки. Ну, бабки, да. То есть они когда ушли, они тебе оставили долги? Нет, это, по сути, были мои долги. То есть просто выход начинался, он был такой слишком жесткий. О, вот это мы уже... Да, то есть проще было бы сказать, блин, там, по-нормальному разойтись бы. По-нормальному, в смысле, они должны были отрабатывать твои долги? Нет, зачем им отрабатывать мои долги? То есть просто можно... Но ты говоришь, у тебя были финансовые трудности. Можно было поспокойнее выходить, то есть просто без этого кипиша, вот, поспокойнее. Просто не так болезненно было бы. Но это все фигня, наоборот, боль, она как бы... Тогда-то это для меня катастрофа, потом я решил, что 20-й год это лучшее событие в моей жизни. Да, да, да. Понимаешь? Понимаешь? Иначе бы... Ничего бы. Я просто... А как это вообще началось-то, кстати? Мы тогда с Машей сидели, думали, как это у нас произошло-то все. А я потом вспомнил, что в 19-м году я приехал после Таиланда, бросил что-то там курить, помню. Но тогда я бросал на силе воли, что не очень хорошо. Вот. И нарисовал там себе сумму одну на доске. Вот. Но тогда сумма была недостижима с прежней командой. Абсолютно недостижима. То есть все, соответственно... Правда, на старом фундаменте построить новое невозможно. Вот. То есть там ты ничего не изменишь, потому что там законсервированный мозг. Ну, понимаешь? То есть люди не принимают... У меня один человек, знаешь, что рассказал? Говорит, представь себе, что ты ультрасовременный электрический паровоз, да? Как они там называют? Ну, короче, вот паровоз, да? Скажи так, окей. А вагоны у тебя такие старые, советские, знаешь, такие чички, еле-еле. Ты там можешь ехать 300 км в час, а вагоны едут там типа еле-еле. Но прикол, знаешь, в чем? Что без вагонов ты нахер никому не нужен. И ты такой паровоз, там что-то там бегаешь, вокруг вагона такие медленные, им похер. Они такие... И ты такой их тянешь. И как бы... И брось их не можешь, потому что ты как бы без вагонов типа нахер никому не нужен, да? Но и с ними ты двигаться нормально не можешь. Что делать в такой ситуации? Не, ну слушай, ну тогда просто пацаны, которые придумали эту штуку, вот, они как бы тогда увидели, что я им не нужен, и пошли. То есть тогда, наверное, я уже был не со своим быстрым паровозом. Ну просто-напросто ситуация, когда меня не водичкой облило, а бетонной плитой прикрыло, она просто заставила меня как раз вот думать, думать, думать. Я вообще сейчас одну вещь осознал, то есть если человек, по сути, не претерпел конкретного катаклизма такого серьезного, он не поймет просто меня. То есть он не поймет, то есть почему нужно двигаться, шевелиться, почему нужно меняться, почему нужно найти, блин, хоть сколько-то времени для того, чтобы что-то новое, не что-то новое, а конкретно новое узнавать, то есть для определенных целей. Конкретно нужно менять себя как человека. У меня вот там записан тоже один принцип. Хочешь изменить мир вокруг себя, измени в первую очередь себя. Ничего себе, ты философ. Ну, не философ, то есть я просто это осознал и начал такой думать, а что я буду людей в чем-то винить, дай-ка я сам начну работать над собой. В одном направлении начал работать, во втором я пошел, перед мамой прощения попросил. То есть себя начал менять, тем самым показывая пример, ты сам начинаешь двигаться, начинаешь по-другому смотреть на вещи. Может быть, это абстрактные вещи для зрителей. Абсолютно абстрактные. Пока ты не пройдешь, ты не поймешь. Как бы сто процентов. Это нормально. Там вообще везде надо менять себя. То есть от физики, физического состояния, интеллектуального подсознания. Знаешь, такой голодный, как это сказать, сытый голодного не поймет. Вот то же самое. То есть это вот так и есть. Как бы это даже не печально, а цинично не звучало, но реально. То есть ты многим даже не можешь объяснить, что с тобой происходит. Потому что у вас разные уровни. Я общаюсь сейчас с такими чуваками, у которых там вертолеты, понимаешь, что и все такое. И как бы у них другие вообще проблемы. Вообще другие. А у чуваков проблемы, что там, не знаю, на авито хилте закончился. Ну, блин, понимаешь? И ты такой между этим всем, и ты не понимаешь, что происходит. Тебе очень сложно. Слушай, а ты чуть-чуть спустимся. У тебя сейчас тяжелый инструмент остался в компании или нет? То есть ты инструмент рабочим даешь, нет? Слушай, там есть что-то. То есть там бывают, ну, какие-то вещи плавают. На самом деле… Уже избавился практически, да? Я еще не избавился, но я вот… Там, знаешь, как, наверное, просто… Вот эта беготня за своим инструментом, потом она такая, не очень. Вот у Димы Абиса, у которого там есть система управления проектами и тому подобное. Вот я у него хочу ее перенять. И там у него и регистрация инструмента нормальная есть. Но все равно, то есть некоторые вещи какие-то, то есть, ну, компания просто должна держать на балансе. Ну, однозначно. Как издержки это списывать и все. Вот. Просто нужно, чтобы порядок был. Я вот, знаешь, задаюсь вопросом у тебя, вот если ты там где-то порядок успел навести, я вот… У меня год, по сути, идет, я этим занимаюсь, но не так-то это просто. Это сложно достаточно для меня. А ты один, партнеры есть? Не, у меня нет партнеров. То есть у меня есть там… Так может в этом трудность? А как ты, ну, то есть, понимаешь, ты понял основную ключевую штуку? Себестоимость и маржа. И маржу ты делишь с топ-менеджерами своей компании. Похер, это будут айтишники, это будут строители, это будут продажники, это будет кто. То есть, ты понимаешь, то есть, как только ты переходишь из разряда «я один главный» в разряд «мы компания», и вы зарабатываете со мной с маржи, вы зарабатываете с дохода компании, понимаешь, с дохода компании, и вы еще имеете там опционы какие-то, у тебя люди по-другому, они по-другому лояльны к тебе. Ты задумайся, пожалуйста, над этим вопросом, потому что я не понимаю, как ты работаешь без партнеров. Я не понимаю. Партнер, что значит партнер? Ну смотри, партнер юридически закрепленный, или он имеет процент от этого? Он имеет процент от маржи, конечно. У меня это имеет процент от этого. Но я одну штуку хочу сказать, что не каждый может осознать, вот смотри, сейчас принято это называть руководитель проекта, то есть ты сказал 10%. Блин, у нас больше, у нас 12%. Что, что, секундочку. Процентов. Вы берете с клиента. Нет, нет, руководитель по сути платится. То есть не 10%, а 12%. У меня гораздо больше. А сколько? В общей сложности, если мы… Нет, от проекта, а так 30%. Смотри, еще раз, смотри, какая история. Я себе оставляю, услышь, пожалуйста, 8%. Все остальное расходится в компании. Все остальное абсолютно расходится в компании. Что значит такое в компании? То есть смотри, есть производственный блок, есть, грубо говоря… Вот есть, смотри, поехали. У меня стройка обходится в 76%. Вот только стройка 76%. От того, что ты берешь? От суммы клиента. Остальное начинается уже… У меня точно так же. То есть 76% стройка, остальное мне нужно распределить на маркетинг, на офис, на… На 75% получается. На продажи нужно распределить, то есть, понимаешь, грубо говоря… Да, понимаю, это нормально, это нормально. То есть мне это все надо распределить. То есть у меня там, конечно же, то есть как бы… Ну опять же, 76% от какой суммы, я вот немножко не понимаю, от той суммы, которая дает… Клиенту. Ну клиенту вот 100 рублей, грубо говоря, он заплатил… 100 рублей дал тебе, да, 75 тебе стоит, короче… Да, 75% это, грубо говоря, будет мастера и управление. Мастера и управление. Да, да, да. То есть стройкой, грубо говоря, будет стоить. А если бы было по-другому, я вообще бы удивился. Вот, то есть остальное у тебя получается, это тебе остается на развитие компании, на вот эти все дела. У пацанов есть проценты, у них есть проценты. А они это как понимают? Но у них это в наших договоренностях, то есть у них есть… Ну окей. Да, там смотри какая проблема у процентов. Со временем… Ты как ведешь в Excel, в 101, еще где-то? Ну смотри, финансовый учет у нас ведется в двух. То есть в 101 и в Excel, потому что в 101 невозможно все завести. Невозможно. Управленческий этот учет. Управление проектами, то есть у нас было сначала… Мы переходили от ручного управления на Gantt Pro, там очень хорошие графики. Потом мы пытались зайти в Bittrex, Bittrex оказался… Ну как бы я сам в нем шибко не понимаю. Очень сложная история. Да, то есть там графики, то есть там плеваться начали у нас. Сейчас мы попробуем на SmartShit, короче, перейти. Потому что там Дима, у него есть… Я, может быть, буду… Но тебе нужно учить, то есть нужно развивать людей. Да я понимаю, я просто думаю, ну знаешь, я сижу такой, думаю, где у тебя еще 24 часа в сутках? Я тебе прямо скажу, мне нужно посвятить себе время. То есть я с утра, у меня 3 часа времени для себя. Ну как для себя, я имею в виду, то есть зарядка, сделать что-то еще. Потому что если я завтра сдохну, я нахрен никому не нужен. Мне нужно очень много энергии, понимаешь? И у тебя, получается, и семья, что-то еще, то есть тебе нужно… Если я, конечно же, буду работать… Я в свое время работал, спал по 4 часа. То есть, блин… Но так всю жизнь работать невозможно, то есть у тебя ресурсов не хватит. Вот. Я к чему? Вопрос систематизации, точнее вот этого порядка наведения в компании. Я удивлен, если там у тебя получилось где-то навести, но это, наверное, еще зависит от размера. Да, у меня 3 проекта. А, ну 3 проекта. У меня больше. У меня сейчас просто заходит квартира. У меня квартира 500 метров только заходит. Ну вот, у меня такие же, 350, типа там, Лилета, Поля, но… У меня есть и другие, у меня… То есть я решил, знаешь, что сделать? Я решил сделать так. Мы, короче, вот сейчас тоже у нас следующий шаг. То есть все, мы уходим от ремонтов, там, типа, по 50-60 тысяч рублей. Все, как ты сказал, сотка. И эту сотку объясняем почему. То есть защищаем, умеем защищать 100 тысяч рублей и работаем только с этими клиентами. Все, нафиг. То есть мы все, я, короче, я по… Чем дешевле ремонт, я понял, знаешь, чем дешевле ремонт, тем больше с ним геморроя. Это просто вообще, это просто люди в сегменте 70 тысяч рублей, они не так смотрят на эти стены. Они говорят так, шторы, то все, смотрят на шторы. Они не смотрят на долбанные стены. А в сегменте за 25 тысяч рублей тебе просто мозги все, вот мне все мозги выносили за все, что только можно. А мрамор тебе говорят, слушай, ну, ты говоришь, это, ну, камень, его не запилить вот так вот, ну, типа, вот, как бы, как керамогранит. И вот так во всем. То есть и тут я это донес РПшникам. РПшники пытаются донести мастерам. И как бы, и оно плывет, и оно плывет. В таком сегменте важно отношение. Не столько, не столько вот именно вот, как там притерто, знаешь, там все, а именно отношение. Ну, общение. Да, общение очень важно. Ну, вот, когда три проекта, это одна история. Да. Когда их 20, это совершенно другая. Может, нахер 20, если они тебе не дают вздохнуть. Нафиг 20. Ну, прикинь, 20 проекта. Ну, я понимаю, я понимаю, но у меня уже как бы это. Ты на игле чего, долгов? Или зачем тебе столько много сейчас? Ну, потом возьмешь, сделай систему и возьми 20. Оставь себе 3, чтобы было думать. На мой взгляд, я, мой путь. То есть я, оставь себе 3 проекта, 3, не надо. Убери половину сотрудников. Ну, нафиг. Все, пусть, свободно. Дверь там. Оставил лучших. Сделал 3 проекта. Спокойно их делаешь. Тебе хватит, чтобы жить. Я уверен. 3 проекта достаточно. Достаточно. Если нет других обязательств. Ну, грубо говоря, допустим, вот у меня, мне везет. У меня нет долгов там и всего такого там. Каких-то этих самых. И ты можешь развиваться. То есть ты можешь развиваться, понимаешь? Внутри строить это все. А потом добавлять безболезненно вот это все. А не бежать. Ну, мой путь. Мне так кажется. Хотя еще полгода назад, год назад даже, я говорил, хочу 50 проектов. Я понял, что это все нафиг. Нет, там должны быть, во-первых, продукты разные. То есть у нас там, допустим, появился такой продукт Optima. Который ограниченный. Зачем? Ты маленькая компания. Чего? Ну, ты же маленькая компания. Зачем ты будешь распыляться на то, что не нужно? Ну, мне кажется, вот я так думаю. Ну, ты просто берешь и производишь продукт, который ограничен для клиента. Да. Я понимаю. То есть такой продукт тоже люди... Так может только им заниматься? Нет, тогда это не очень будет. Почему? Какая разница? А какая цель? Ну, цель. Цель же, ну, деньги тоже есть. Ну, деньги все, я понимаю, бабки, да. Дом. Если мы уходим в дом, да. Но также у меня, говорю, то есть у меня все-таки стоит мысль, что получится сделать компанию. То есть я, знаешь, смотрю на китайцев, они там быстро строят. Может быть, не очень качество, но хотелось бы, чтобы скорость и качество соответствовали. У нас там проект сейчас есть, допустим, на Вишневом саду. Там вот как раз выработка просто там очень хорошая идет. А что с проектом там? А? Проект какой? Проект ТЗ. Недвижка там полтора миллиона за квадрат стоит. Я имею в виду вот дизайн проект, дизайн проект ТЗ. Гипс, гипс. Все, что можно будет он напихать, все напихали. Молдингов только нет. То есть трехметровый под потолок двери-невидимки. Бумажки я имею в виду какие. Ну, то есть вот что ты получил как технические задания, да. А, ну это дизайнер, наш партнер. Начинали строить практически без проекта на ходу. Потому что там сроки-то это каша такая вообще. А кто пинает? Клиент? Нет. Клиент не может пинать, потому что клиент достаточно высокого уровня. Там администрация другого города. Но этот проект показал то, что руководитель проекта, просто знаешь, что сейчас многие называют руководитель проекта. Может быть он там рукой водитель на самом деле. А есть реальное управление проектами, где жесткие дедлайны. Вот это все придерживается. Есть финансовая мотивация не просто процентом, а за результат. То есть сдача в срок. В срок не сдаешь, а у тебя начинает сгорать твой бонус. Если у тебя просто, то есть я уже прошел, то есть я сейчас хочу изменить финансовую мотивацию и уйти просто от процента. Потому что просто процент, он не мотивирует людей. То есть все говорят, что мотивирует. Правильно. Работаешь в воскресенье, а ты за 50% работаешь. Нет, нет, нет. То есть просто процент, грубо говоря, ты как, ну, типа тоже предприниматель, да. Но люди-то работают. Он может, чувак, который… Согласен, здесь я с тобой согласен. Они могут работать. Если нет KPI, если нет KPI, это все. То есть, грубо говоря, и проект может тянуться бесконечно. Это называется, вот у меня знаешь, как это называется? Коэффициент вовлеченности. То есть, если, короче, да, если так получается, что клиент доходит до меня и мозги не делает, то они лишаются 30 тысяч. Да я знаю, откуда ты берешься. Я знаю, откуда вы. 101 группа, они же эту тему придумывали. Ну ладно. А я сейчас говорю про другое. То есть я говорю про выдерживание сроков. То есть выдерживание сроков. У нас вот просто сейчас клиент один есть, он занимается озеленением одного города. Он, знаешь, как там это? Выбирал подрядчика в свое время. Сколько месяцев? Три года дом строили? Нахуй. Там, знаешь, вот это вот. То есть он сам, по сути, ну, знаешь, что такое управление проектами, что такое выдерживание дедлайнов. Жесткое прямо, блин. Раздупление. И вот у нас сейчас на одном проекте, он как бы, ну, клиент. И то есть там реально идет раздупление. Вот. И то есть никакие отговорки не принимаются, почему у нас сроки куда-то сдвигаются. А вот в других проектах, когда на проценте просто люди работают без этого, безосознанного раздупления, то есть раздуплять это можно либо через бабки, либо через физические эти вещи. Там производительность в несколько раз ниже. То есть там находятся причины, почему проект дольше тянется. Плитка не приехала, дизайнер что-то не предоставил. А здесь все наоборот. Здесь дизайнеры раздупляют, здесь всех раздупляют. Подожди, подожди, вот клиент от… Клиент нас раздупляет. Вот именно, да. То есть это определенный уровень клиента, и это круто. Это надо перенять. Это управление проектом. Есть план, в течение какого времени нужно сдать. Это проект. Просто у тебя, если он растягивается… У него, по сути, то же самое. У него только люди на зарплате. У него, если проект растягивается во времени, у него просто всю маржу сжирает зарплата. Бензин и тому подходу. И тут то же самое. Просто мы, кто были мастерами, то есть если мы не обучались управлению проектом, выдерживанию дедвайнов, сгорания бонусных сумм, то есть у нас не совсем тот релевантный опыт. То есть нужно добраться от этого опыта, чтобы действительно вся команда была в тонусе. То есть чтобы у них не только была сделка у мастера, чтобы у него была привязка к… Ты понимаешь, когда у тебя просто сделка у мастера, вот он получает 60%, например, просто сделка, она его не мотивирует приходить вовремя на работу. То есть со временем он пришел в 12. Ну а что, сделка? Я же все равно сделаю. А если бы у него был бы сгораемый бонус? Вот тогда бы здесь была другая история. Не ты бы… А если бы это был командный бонус, тогда бы не ты бы пинал, грубо говоря, кого-то, а они между собой. Вась, у нас сотка висит на конце месяца, а ты приходишь в 12. Ну-ка, давай-ка, блин, быстрее. Ты понимаешь? Блин, как мне хочется тебе рассказать, как я это решил. Ну, я хотел бы послушать, да. То есть потому что… Мне нельзя говорить. Мне говорят, Рувин, ты перебиваешь. Я вот поэтому слушаю, извини. То есть и мне вот это вот хочется изменить. Сейчас как раз… Потому что если нету такой привязки, просто сделка, люди, ну, они расслабляются. Блитой ты их не накрывай, так мне бетонный. Да, вот именно, им вообще пофиг. То есть только ты… Они ищут причину извне. Цена может быть низкая, может быть, что-то еще. А кто помогает им это решать? Руководитель направления, РПшники, кто или ты? Я просто не понимаю. Направление, допустим, это есть целый продукт и есть целое направление. Так и есть. Ну, продукты, грубо говоря, чашки производят. Да, правильно, картон производят. А другие чайники производят. Или электрики, а другие… Да. Вот смотри, если у тебя есть вот эти ребята, то есть они между собой коммуницируют за процент, как ты и говоришь, то есть за вовлеченность вот эту. Не так у 101, как у меня, абсолютно не так. То есть ты просто… Я просто тебе хочу расписать, я распишу тебе обязательно. Но поскольку мы сегодня у нас, ты у нас… Слушай, а как ты закрываешь хороших клиентов? Лично ездишь на встречу? Как ты проводишь? Слушай, сейчас не получается. Я понимаю, что в этом есть минус некоторый. Вот у нас там… Ну вот смотри, к тебе приходят клиенты. Блин, три проекта, это одна история. Когда, блин, у тебя больше, то есть другая история. Хорошо, вот кто у тебя продает? У тебя, смотри, у тебя по-другому. По-другому абсолютно. Да, то есть у меня больше маркетинг получается, я понимаю, а у тебя больше пиар. То есть у тебя больше на личности, а у меня больше на другом получается. То есть я просто не могу везде присутствовать у тебя к личности, понимаешь, то есть я не могу везде быть, с клиентом встретиться и продавать, может быть, как я считаю, наверное, у меня не ключевая какая-то компетенция, продавать что-то мне не очень, пообщаться там, да, то есть с клиенту руку пожать, то есть порадоваться, у меня тут такие встречи с клиентами были, я вообще просто... Ну подожди, вот давай так, придет к тебе заказ на сайт, да, допустим, там, вот тебе пишут там, вот мне нужно сделать квартиру, 140 квадратов, там Лилета-Поля, там Ленинградка. Не я. Дальше что происходит? Дальше ему звонит наш Альбина-менеджер, узнает потребности, выявляет, первичные потребности, то есть валидация, по идее, это маркетинге, по-моему, называется. Потом, соответственно, оценив целевой-нецелевой, наш-не наш, передается дальше, по идее... Дальше кому? В отдел продаж, по идее. Ну, сейчас отдел продаж, он как бы... Ну, допустим, нет, да. К компетентному одному техническому, скажем так, консультанту, который сильно подкован и в плане языка, и мозгов, технических знаний, он, соответственно, клиентам уже устраивает, соответственно, диалог, понимает потребность клиента, то есть финансовые возможности, ну, и задачи, то есть и более, потому что ему уже нужно что-то решить клиенту этому. Вот, и я, получается, не выступаю. А дальше? Тебя вообще нет, я понял. Дальше мы показываем наши объекты. Вы зовете к себе. Да-да-да, то есть мы у клиентов встретимся, вот, и к себе позовем, вот, потому что парадокс, но когда покупаем мы ботинки, мы их трогаем, одеваем, примеряем. Ботинки там пять, грубо говоря, там, ну, пускай там пятьдесят-сто тысяч, да, вот, и люди ходят, смотрят, а когда проект десять миллионов, двадцать миллионов, тридцать миллионов, почему-то они хотят сделать выбор, не выходя из-за компьютера, а поверив только это. Да, знаешь, словам, рассказам менеджеров. Я охренел тут, мы когда спрашивали у клиентов, как другие компании работают, да они вообще даже, они не приезжают некоторые, ну, то есть, как компании работают, да, либо как клиенты работают. Я к клиенту, например, не еду, никогда. Знаешь, что я делаю? Подожди, не-не-не, еду, уже когда нужно. Первые две встречи, я говорю так, три часа мне нужно вашего времени. Я понимаю, что вы серьезный человек и все такое, у меня только такие, других вообще нет. Мне нужно три часа вашего времени, потому что нам с вами быть минимум полтора года, а то и больше. Пожалуйста, уделите, потому что это важно. Он говорит, ладно, окей. Уже когда мы прошли всех помощников, помощников, короче, ну, как стандартная херня, у всех есть помощники, помощнику говорят, короче, найди мне ремонт, там надо делать лето, поля. И он вообще никто, бабкин внук, и там, короче, он просто там при дворе, короче, этот самый. Когда ты выходишь на лицо, принимающее решение, то есть на клиента, дальше происходит следующее. Ты, вот сейчас, наверное, для многих может быть шок, но так работает в такой сегмент. После того, когда ты этого человека, ты зовешь его к себе на проект, к себе, и говоришь, короче, мы работаем там между Ленинским и Ленинградком, вот выбирайте там-то, там-то, а можем проехать на два, в идеале на два проекта. Ты приходишь, у тебя должны быть в этот момент обязательно несколько руководителей направлений и РПшник на объекте, плюс линейные, обязательно. Они делают, ну, стандартный день, по сути, вот. Дальше ты делаешь ему презентацию проекта, проходишь с ним, рассказываешь один, второй, садишься с ним в машину, в идеале в твою там или в него, не знаю, но я на свои вожу, например. Вот, мы едем на следующий объект, пока мы едем, я ему еще рассказываю, показываю всю ерунду ему, ей, обычно это всегда пара, мужчина, женщина, ну, у меня такая фигня, вот. Потом на следующий, показал, все, сели, они уезжают, ты объясняешь, что я делаю, следующее, следующий этап, я говорю, с вас 100 тысяч рублей за смету. Мы вам приготовим смету, она стоит 100 тысяч рублей. То есть, что вы сделаете с этой сметой, либо вы увидите, все, что вы мне сейчас прислали, короче, это все, ну, я показываю, что такое техничка, все такое. Потом, следующим этапом, я показываю следующее, смотри, потом я вот такую вот историю отправляю, полностью, короче, мы поднимаем полностью в 3D его проект, неважно, был он или нет полностью. Дальше, дальше, после этого всего, ты, короче, я тебе потом покажу просто долго, то есть полностью, я ему объясняю, что такое технические проекты, объясняю всю фигню, вот. Вот, мы, короче, мы уходим на 2 недели, грубо говоря, или на 3 делать смету, то есть, как правило, после этого тебе всегда платят. Если ты, грубо говоря, вот мы потратили там 5-6 часов на то, чтобы там измерить, там 5-10, сделали, показали ему, то есть наглядно в 3D, что происходит, затем проходит 2-3 недели, ты делаешь, ну, то есть тебе всегда скинут эту сотку. Ты объясняешь, что потом с ней вы можете идти, как в другие компании, ну, типа, вот у вас будет смета, смета, а вот это вот, когда мне говорят, что сметы не будет, мы прорисовываем даже молдинги, мы паримся, мы думаем, то есть мы об этом. Дальше я ему скидываю минимум 4-5 проектов, которые мы уже сделали. В ревите? Послушай, нет, скетчап плюс ревит, да, у меня ревит сейчас, но это отдельная история. Дальше мы скидываем ему проект в тот же, вот мы куда его привели, он видит глазами, я тут же ему скидываю то, что произошло сейчас, сколько мы потратили на данный момент здесь. И объясняю ему, что вот это встроенный пылесос, вот это то, вот это то, вот это то, это натяжные потолки, или это не натяжные потолки, а это картон, посмотрите, и в нем светильники внутрь втопленные, это очень дорого. Или показываю, а вот здесь вот это, а здесь мрамор, а здесь там, и тут же я ему все скидываю. То есть он уходит полностью удовлетворенный, понимая четко, сколько сейчас клиент, сколько потратили такие же, то есть люди, это сегмент. И он понимает, ага, мы здесь, и он уже плюс-минус 2-3 миллиона, он уже даже не думает. То есть он уже понимает, и только после этого, мы приезжаем, грубо говоря, к нему и говорим, короче, у вас здесь вот это, вот это, оказывается, за 4 часа можно работать, у нас коэффициент 1,5, извините. И тут кто-то может отстрелиться, ну окей, но после нашей презентации, того, что мы делаем, кому бы он ни пошел, он будет нас помнить всегда. И он, знаешь, что делает? Он говорит, когда он, как работает рекомендация, да, понятно, YouTube, это все, эти люди даже не смотрят YouTube, вообще плевать, какой Инстаграм реально. И через Инстаграм, блядь, ты думаешь, они будут искать, они будут искать, кто запилил им плитку лучше, а эти люди не общаются с плиточниками. Я вообще, у меня просто нонсенс, когда мне говорят, что меня там клиент, там Лилета Поля зовет, ты просто не понимаешь, какие у тебя проблемы, друг. Если тебя зовет клиент, у тебя проблемы, у этого клиента проблемы, это вообще не тот сегмент, клиент никогда не ищет. То есть и тут начинается следующее, даже если он с тобой не поработал, такого уровня клиента, он тебя рекомендует своему другу, потому что он просто охренел от просто презентации, что ему сделали, понимаешь? И ты без системы, то есть когда у тебя, то есть я делаю, допустим, вот я позвал всех, я говорю, ребята, у нас новые введения в компании, у нас теперь вот так, вот так, вот так, такая иерархия, чтобы ты был мастером, у тебя должно быть вот это, вот это, вот то, у РПшника такие-таки обязанности, это ты не делаешь, это делает он. Если ты в статусе ученика, ты в нем три месяца, и ты в нем, если ты в статусе испытательный срок, ты в нем месяц, если ты в статусе в этом, то есть, ну, грубо говоря, ты строишь вот эту вот как бы парадигму правил, и я не хочу 50 объектов сейчас. Я хочу наоборот, то есть я бы, в принципе, делал бы один-два, то есть ты же знаешь, да, что я вот долгое время, три года я делал вот этот проект, который мы приходили, и я был ребенком, я вообще все неправильно делал, у меня не было никаких графиков, никаких, ничего не было, короче, вот, ни Excel, ни хера, тем более 101, ничего вообще. Вот сейчас вообще все по-другому. То есть я прям вижу, все нормально, то есть есть определенные правила внутри. Я согласен, что все все равно построено на людях, и это самый сложный бизнес, самый сложный, наш бизнес самый сложный. То есть, ну, как бы, вот я так это вижу. Ты, тебя перестало, короче, бычить от того, что тебя воруют контент? А, я сейчас, ну, я по-другому к этому отношусь, я спокойно к этому отношусь. Я сейчас, во-первых, туда время не трачу, и это потом просто буду использовать как-нибудь в маркетинге, то есть как уже осознанное действие, а не как злость. То есть, чтобы на этом извлечь, как бы... То есть, ты прям проработал, красава. Я просто тебе сколько объяснял, что это пофиг, короче, а ты все... Да я по-другому, и знаешь, какой прикол, хорошо посмотреть на себя в прошлом, когда видео-то снимал, такой, ты уже, бля, господи, Лех, ты че? А я специально не удаляю, я ничего не удалил, но у меня все есть на канале. Вот прям с самого первого моего обзора шуруповерта, когда я им гордился, там, перфоратор. Ну, тогда-то еще ничего, как бы, да, тоже. У меня был момент, когда я именно негатив, много, знаешь, злости, оно читается через экран, я понимаю, откуда это тоже идет. Там где-то от родителей, да, такая штука. Потом эта модель поведения впитана. Там вообще, если в психологии разбираться, то какие-то негативные моменты в жизни, они могут настолько засадить себе подсознание, что потом эти сорняки оттуда вынуть, достаточно непросто. То есть ты с этими сорняками живешь, и они тебе реально портят жизнь. Вот, и, ну, мы, допустим, работали с этими сорняками, сначала один психолог, потом второй, потом уже сам... А ты только с ментальностью работаешь? Ну, по большей части. Я не знаю, как тебе сказать, ментальность и ментальность, чуть-чуть не соображаю. Я хочу изменить свое подсознание для того, чтобы изменить мир вокруг себя. Вот, и притянуть хорошее событие, потому что есть такая штука, как, допустим, вот, после 20-го года, знаешь, ты вроде так себя убеждаешь, чем-то убеждаешь, а тебе внутри, говорит, что-то не то, что-то пиздишь, короче. Вот, то есть и мне надо было вот это подсознание изменить. Я вот один видос посмотрел, прикольный, ключ к подсознанию. Блин, и там была такая фраза, чем я хуже? Чем я хуже? Вот, и я вспомнил, когда много-много лет назад, на 8 лет назад, примерно, у меня была модель поведения достаточно успешная, вот, и она, блин, опять включилась, и, блин, у меня в один момент, получается, практически прошла тревога. Вот, она все равно есть остаточная, то есть, почему тревога? Ну, допустим, когда ты работаешь один, когда у тебя, ну, что-то там, немного там каких-то задач, может быть, ты сам за себя отличаешь, а у тебя нету какой-то огромной ответственности. Тебе спокойно, ты можешь закрыть вот такую дверь офиса, ушел, ну, подумаешь, не заработаю сейчас, там, пойду отдохну, да, а когда у тебя уже обязательства есть, там, да, берет людьми, перед семьями, тому подобное, ты не можешь так просто закрыть офис и уйти, короче. Не можешь. Да, и поэтому, то есть, 23 февраля, да? Да, 24, да. А, я тебе скажу, сначала коронавирус, потом вот кризис, развал, бетонная плита, а потом, короче, только начали бы влазить, и, знаете, блин, 23 февраля, такое, думаю, блядь. Слушай, ну, она, кстати, неплохо повлияла на нашу сферу, нет, разве? А, нет, это потом, сначала-то затишье было. Сначала-то да. Да, да. У меня отвалились сити-проекты, кстати, они не вернулись, у меня были блогеры, и они, короче, понял, чик-чик просто проекты, там, по 130 квадратов в сити, короче. А, ой, в сити, ой, нафиг. Мы сейчас вообще, у нас там есть один видос. Я хочу все видос делать, проси, у меня есть, короче, такой контент, типа, что в сити вообще, потому что все так сити, сити, а у меня у тебя, я хочу, блин, объяснить, что такое ремонт в сити. Это самое, у меня есть сценарий ЖК строгого режима. Да, 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 сто пудов. Вот, пять штук, блин, самых, блин, жестких, короче, Москва-сити, Долина Сетунь, что там у нас еще, Мосфильм, блин, это дом на Мосфильмовской, что-то там еще есть, короче. Да, где по 4 часа можно работать. Ну да, там, ну не по 4, там чуть побольше. Вот у нас сейчас проекты. Короче, то есть там нельзя работать, то есть там надо цену другую вообще винтить, либо договор. У нас в договоре, по-моему, какая-то есть штука, там, если там что-то график не тот, надо пересматривать цены и тому подобное. Ну да, естественно, это коэффициент, просто добавляешь коэффициент. А ты, наверное, раз не знаешь этого. Как не знаешь? Ты же, вот смотри. А ты на аналитику, тебе нужно, получается, на аналитику. Нет, подожди, чек-лист по тому, по мобилизации объектов, что в него входит. То есть вот у нас есть чек-лист по мобилизации. Помимо того, что там, понятно, освещение, вот это все, там люди рассказывают, что вот это вот там круто, у кого есть аптечка, ну прям молодцы. Самое главное – телефоны всех руководителей, всех, короче, самых главных директоров шлагбаума. Вот это вот все, понимаешь, это важные люди, это как бы директор шлагбаума, это вообще просто важный человек. Я тебе серьезно говорю, за там, ну, символическую, грубо говоря, какую-то, короче, там, я не знаю, ты просто подошел, познакомился, ты просто купил ему там, я не знаю, шоколадку, грубо говоря, все, у тебя, короче, тебе все расскажут, покажут. То есть у нас есть прям алгоритм. Дальше, как его, главный инженер, обязательно, главный инженер, прям ему прям хороший коньячок. Сходу, просто сходу. Прикольно. Сходу. Он тебе все расскажет, что, как, куда, пятая, десятая. Это обязательный чек-лист. Сколько времени, кто сосед, кто что, всю херню. То есть ты в начале, перед тем, как мы зайти, мы знакомимся с инфраструктурой, кто там. То есть я иду и знакомлюсь, или мои РПшники уже сами это делают. Я вообще, то есть я показал, как это работает, я это понял, короче, как в таких домах всегда так работает. То есть ты в начале знакомишься со всеми, с инфраструктурой. Чуть ли не с соседями. Потому что потом тебя рекомендуют, то есть ты показываешь, а у нас вот это, у нас вот то, у нас вот это, у нас пятая, десятая. и ты начинаешь продавать. И то есть хорошее отношение, то есть, ну, грубо говоря, это вообще залог всего. Вот это чек-лист начальный, и ты сразу можешь сказать коэффициент, ребята, у вас здесь вот это, у вас здесь сосед вот этот, а вот этот сосед вот этот, а вот это то. И здесь, поверьте, будет вот это, вот там. Знаете почему? Потому что это ему просто телефон бах, ему фуф, свайп. Смотри, вот на этом объекте у нас было так, вот здесь так, у нас фотопоток 5-10-10. И клиент после такого сервиса, ну, типа, я же говорю, пару миллионов похер. Вообще, он на это уже не смотрит. А когда потом приходят какие-то, типа, ему говорят, не, есть. Приходят и говорят. Я прихожу, представь, и говорю, короче, его 70 тысяч будет. А к нему кто-то приходит и говорит ему 30. Прикинь, х2. И знаешь, в чем прикол? Что он за сотку потом делает. Он просто вот этих вообще не воспринимает, потому что они приедут, ну, короче. То есть тут очень важно быть, а не казаться. И, короче, когда ты ему показываешь вот то, что, короче, происходит, то, что у тебя уже было, это продает безумно круто. То есть потому что у тебя есть алгоритм, алгоритм по этому самому. Вот это и есть компания. То есть это вот интеллектуальная собственность компании. Как бы она должна быть где-то описана. То есть в тех же самых там X-Mind, Notion, там вот эта вся история. Но Notion не то, Notion – база знаний. Это другая штука. База знаний прям клевая. По поводу техкарт. Кто делает техкарты? Так вот смотри, если ты просто скажешь, вы сегодня делаете, вы перфекционисты, понимаешь, мастера, перфекционисты, вы сегодня делаете, грубо говоря, сложную нишу какую-то, да, такую двойную. Пожалуйста, сделайте вот по такому алгоритму фотографий, вот так опишите, получите полторы тысячи рублей. Прикольно. И он такой, раз, и он гордится, он перфекционист, и он это перекладывает знания. Понимаешь, перекладывает знания. А не ты. Ты когда последний раз шуруповерт в руках держал? Какую нахер техкарту ты напишешь? Я держал шуруповерт недавно. Я таких знаю. Ну ты-то да, ладно, окей. Ну хорошо, но я вижу этих вот дизайнеров, там многих разных других, которые там, а мне потом говорят, слушай, там типа купил техкарту за десятку, короче, там пиздец, еще и полтора миллиона, короче, типа того штраф, если ты кому-то расскажешь, а там типа ну просто жесть. Я говорю, ну смотри, у меня вот так, вот электрики, вот то, вот это, вот пятое, десятое. Он такой смотрит, говорит, блин, можно это? Я говорю, ну блин, чувак, мы пока внутри только. То есть, то же самое с прайсом. Короче, вот эти штуки, это и есть интеллектуальная собственность компании, и она, к сожалению, вообще сложно системизируется. Ну то есть, я, допустим, не понимаю как. То есть, у меня большие трудности с тем, чтобы, короче, из этого сделать, вот ты говоришь, там суперсистему, но у нас много чего есть на самом деле. То есть, при прочих равных у нас как бы сильная история. Я никого не... Кстати, как ты вот с людьми как-то мотивируешь, их там удерживаешь, как-то еще? Ты вот говоришь, у тебя были моменты, когда вот у тебя прям бах-бах, ушли одни, вторые, там то, сё. Я помню, у тебя просто собрания были, там я так смотрю, короче, у тебя в институте 50 человек, 60 мастеров, думаю, нихуя себе, красава. Вот когда я сам с людьми работал, проверял, когда я сам был тот, там, да, с ними контакт был и тому подобное. Сейчас это уже другая задача. То есть, как, грубо говоря, не видя пацанов, ну, то есть, как бы редко видя, как их мотивировать именно. И вот развиваться именно финансовой мотивацией, то есть, я просто понимаю, что сделка простая, она не работает нормально. А ведь может быть не только дело в финансах? В отношениях, в конкурсе и тому подобное. Это не всегда. Финансы важны, но типа… Я сейчас тебе объясню, в какой ситуации получается. Вот, допустим, когда у тебя три объекта, тебе спокойно, но я же не… У меня не было никогда три объекта. У меня было три объекта в 2014 году где-то. когда было. И говоришь, у меня три объекта, вот если я беру еще два, то все жопа вообще. Ну да, все омир рушится. А мы в 2014 где-то познакомились-то. То есть, тогда было. А потом у меня не было никогда три объекта. И получается, то есть, сейчас что? Мне нужен такой маркетинг, который, блин, вот прям, чтобы был железобетонный. Я такой хочу. Понимаешь, ты строишь маркетинг. А не проще ли повысить цену и просто… Не, подожди, подожди. И увеличить качество? Сейчас, подожди. На хера делать столько много, нести вот этот вот нож? Мне нужно… Ты сейчас не понимаешь. То есть, у меня уже есть пул людей, то есть, у меня уже офисный там, да, то есть, я понимаю, что… ПТО, подожди, ПТОшник. До свидания. До свидания. Смотри, есть функции определенные в компании. Да. Вот. Тот же самый прораб. Да. Менеджер проекта. Да. Даже между ними, грубо говоря, по идее, должен еще быть помощник. По идее. Потому что есть вторичного типа задачи. То есть, которые для ценных специалистов, они как бы… Каждая задача должна быть описана. Они, потому что все повторяются. Они повторяются. Я не про это, я про функции, понимаешь? То есть, допустим, руководитель проекта, по сути, это менеджмент. А прораба – это немножко другая история. То есть, это техническая большая история. Вот я поэтому и говорю, руководитель направления. Вот, грубо говоря, есть РПшник, да, руководитель проекта, менеджер, вот это все дела. А дальше руководитель направлений. Вот что ты говоришь, прораб. Окей, назовем его прораб. Вот эти прорабы у каждого направления, то есть, если плиточник, он настолько крутой, что он может все вот это сделать, он просто эти деньги ест. Такая история. Но, как правило, картонщики, электрики, сантехники, гипсокартонщики однозначно работают минимум по три. А есть главный чувак, у которого несколько таких бригад, понимаешь, но он в любого может заменить у себя. Это называется прораб, это называется руководитель направления. А РПшник, он хорошо разбирается в НОушене, в Асане, он хорошо разбирается в Excel, он открывает компьютер, он смотрит, он хорошо выглядит, он нормально говорит, короче, у него там, ну, грубо говоря, нормальная там манера изложения, он не псих, он не перфекционист, он вот это. Я понимаю, значит, это одна картина мира у нас. Да, просто мы называем по-другому, но смысл одно, и поэтому я говорю, введи вот эту должность, введи вот эту должность, это очень важная должность, то есть важная должность, потому что, когда РПшник пытается сразу говорить с линейными сотрудниками, вот запомни, те, кто работают ручками, вот как бы там ни, вот я очень много был в статусе линейного сотрудника, то есть я не думал, как там, что туда, да, я пытался лезть в закупку материалов в лучшем случае, и в лучшем случае я пытался там понять, почему эти провода здесь, а почему так. По сути, вообще пофиг, если нормальный РПшник, он, во-первых, он смотрит просто график, а руководитель направления, он видит эти провода, он понимает, и дальше с другим руководителем направления они уже договариваются, и они в одной шапке, если они успели сделать вместе, они получают этот коэффициент, бонус вовлеченности, у меня не так, как у 101, запомни, это абсолютно разная история, вот, у них один человек, один, еще раз говорю, два типа управленцев, нужно, чтобы могли, есть два типа управленцев, но тот второй, это рабочий, он может работать, он может здесь быть, то есть, но общаться однозначно нужно с ним, как только человек, которого мастера не воспринимают, они его не уважают, очень важная фигня, все, можно понять, руководители проекта, прораб даже так говорят, руководители, теперь, типа это РПшник, его очень часто линейные сотрудники не уважают, понимаешь, его не уважают, а руководители направления, они обязаны уважать, потому что он свой, понимаешь, То есть они уже с ним по-другому разговаривают, он свой, то есть нужно понимать, а этот не может быть своим, как только РПшник, как только хороший руководитель направления переходит в руководителя проекта, он сразу становится другим, у него другие компетенции, у него другие эти самые, то есть он по-другому говорит с людьми, и они перестают его уважать, ну типа я тебе это гарантирую, я возьму любой проект и на любом проекте это прям зафиксирую четко, вот прям вообще. То есть вот когда такое появляется, такая иерархия, никакой холократии, иерархия четкая, тогда, короче, это работает. Ну, мне так кажется, имха мое сейчас. Про проект, в проекте кто больше разбирается, то есть общая картина проекта? Общая картина проекта? Ну, техническая состыковка от этих все пироги, не руководитель проекта, а они, или все-таки кто-то должен их связать, если у тебя по отдельности? Конечно, РПшники, смотри, они на одном коэффициенте, если, грубо говоря, картончик на похуй делает свою работу, и он не думает, что здесь должен, ну, есть, какая история, то есть вот есть чек-лист сдачи электрики, да, допустим, вот у нас это не чек-лист, а у нас это называется, мы за квадрат берем стоимость, у нас это называется, умное такое слово, так, сейчас тебе скажу, вот самое интересное, то есть вот есть лист 360 у меня этих самых, вот смотри. 360 у тебя позиций? Да, 360 позиций. Блин, это круто, у нас, блин, полторы тысячи. И нахер, и мы спорили, мы знаешь как, горло я разорвал, когда мы, короче, с РПшниками спорили, что мы убираем позиции, мы так резали, даже себе не представляешь. То есть вот смотри, проект счета. Что такое проект счета, то есть себестоимость, как я это вижу. Дальше, лист оборудования, пятая, десятая, что это такое, лист трассировки, инструкция по эксплуатации, все дела, все позиции. То есть и человек понимает, что он получает инструкцию по своему счету. Более того, если что-то у него случается, какая-то проблема, у него есть первые шаги, то есть поднять автомат, пятая, десятая, просто до того, как вызвать электрика, чтобы, возможно, не нужно вызывать электрика, но это ладно, это за что мы будем. Потом прокладка кабелей, пятая, десятая, а есть, то, про что я тебе хотел сказать, так, изготовление, а есть. Это как это, в метро тестируют, когда сдают. Да, мы каждую, мы за это берем деньги, короче, то есть у нас есть тестировать, я прикинь, я вот, я, короче. Запуск оборудования, как же там называется? Типа, да, 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 да. Я забыл, как называется. Сейчас. У нас, короче, есть это. Пусконавадочные работы. Красава. Вот красава. Пусконавадочные работы. Так вот, пусконавадочные работы, там, ну, грубо говоря, вот они там стоят что-то, да, и получается, когда они проведены, то есть, когда они проведены, они же за них получили, то есть, соответственно, дальше идет компетенция следующего чувака, то есть, а, вот, что я хотел показать, вот, допустим, возьмем изготовление, там, подрозетника, техкарта. В бетоне разметка полностью, что, как, короче, сверление в бетоне производится. Это вот пацаны сами отфотографировали. Конечно. Мы не приняли, короче, посмотри, то есть, это реально мой проект. Казалось бы, в принципе, это нормально, если там сделать, то нормально, но это же жопа. Как потом маляры должны работать, то есть, если маляр, то есть, грубо говоря, после наладочных работ принял это, это его проблема, проблема не маляра, который ручками работает, а проблема руководителя направления, понимаешь? То есть, он своих работников заставил это делать. Чувак, как бы, ну, ты должен был принять это все, даже несмотря на то, что мы в одной компании. Понятное дело, что у нас есть там штукатурка отвалилась, херово прогрунтовали, еще какая-то херня, не решили между собой. Или у нас картончики сделали, маляр пришел, говорит, блин, пацаны, у вас, короче, картон там вот такой, ну, типа, тут надо шпаклевать. И они, картончики не мне выговаривают, они уговаривают руководителя направления, потому что они в одной шапке, понимаешь? И они, короче, между собой говорят, ну, ладно, хер с ним, короче, мы тебе там по 150 рублей заплатим, вытянешь. Он такой, что, сделаем? И Линейный говорит, ну, да, ладно, фиг с ним, короче, все. И они братишки, и мне мозги не делают, потому что они знают, если они не могут сделать мозги, лишатся премии все, понимаешь? То есть, это некая все-таки система, ну, согласись. Вот, то есть, поэтому я тебе объясняю, IT, то есть, я тебе еще показал бы, как мы делим линейные бабки, это вообще отдельная история, это отдельная тема. Я сейчас пишу приложение по распределению финансов линейных сотрудников. То есть, я ввел КТУ, коэффициенты, статусы, я сделал, короче, инструментальные, разные эти самые, а дальше помножил, внимание, время, которое, то есть, всегда есть цена, она может меняться, но она всегда есть. То есть, грубо говоря, там, мы сделали, там, эту комнату покрасили, и покраска этой комнаты стоила, изначально мы думали, что будет 150 тысяч, а покрасили за 180 тысяч, она всегда есть. Дальше есть всегда количество часов, которые отработал человек в том или ином статусе, важная штука. Есть инструменты важные, отвечают, то есть, когда мы делим коэффициент часов на цену и, короче, на статус, в котором он находится, и там коэффициент, то есть, грубо говоря, понимаешь, да, у одного 0,6, у подсобника, допустим, 0,4, у ученика, там, 0,2, там, или 0,6, неважно, у человека, который учит, там, 1 и 1, или 1, или 2, у мастера 1, ровная четкая единица и так далее. То есть, среди линейных сотрудников, они приходят вовремя на работу, не к 12, Леха, не к 12, а если приходят к 12, они все приходят к 12, а если ты опоздал к 12, да, в принципе, мы даже рады. Чувак, мы уже работаем, как бы у нас вот здесь совершенно другая история, это у меня сложная схема, вот такая очень длинная экселевская формула, сложная, и, короче, когда ты это начинаешь делать, я тебе покажу, что мне люди пишут, мои же работники, говорят, это просто, ну, типа, кайф, мы перестали. Знаешь, как случается? Случается следующим образом, мы просто берем и руководитель проекта вот так вот в угол бабки кидает, ваши 500 тысяч, а дальше линейные, кто там самый сильный, короче, тот себе отдербанил, кому там нужно было больше кредита, а в середине проекта где-то, когда бабки закончились, короче, вот эти все авансы, 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 люди даже не понимают, что, короче, они перебрали денег, начинается просто жопа. А этого не происходит теперь, потому, допустим, 101 не позволяет это сделать, 101 крутой инструмент для РПшников, крутой инструмент для руководителей, крутой инструмент для этих, но для линейных сотрудников он вообще не подходит. У них нет распределения денег среди линейных сотрудников, и это большая трудность, а лицо компании кто? Линейный сотрудник, понимаешь? То есть вот тут есть куда копать и есть куда расти. Да, Ромич, мне знаешь, что интересно, ты вот продвинулся в вопросах регламентации стройки, и у меня вопрос, когда у тебя появилось время, как и финансы на это? Знаешь, когда нужно остановиться, когда ты идешь не туда, то есть ты должен остановиться, то есть ты должен, и мне повезло, то есть что у меня, это органически произошло, смотри, что случилось. То есть я, помнишь, да, мой проект, полторы тысячи квадратов этот, короче, или это поля, сложный, да, он был суперсложный, и он все было не так, все неправильно, но что мне он дал? Я умудрился там продать себя как управляющий. Я получал зарплату управляющего, и помимо зарплаты управляющего я получал проценты. Ну, то есть стандартная, по сути, история, то есть я просто прикинул, что ага, ну там, грубо говоря, там, ну, грубо говоря, там, ну, грубо управляющая, там, допустим, 300 тысяч зарплата у тебя, короче, и плюс проценты. И ты такой, ну, тебе уже как бы типа норм, и ты можешь благодаря этому углубиться, то есть ты понимаешь, что, а, воровать не нужно, ничего не нужно делать, ты защищен, короче, туда-сюда, и у тебя, короче, то, что тебя, короче, все эти откаты, всякую хуйню, ты спокойно отдаешь это клиенту, вообще спокойно, ты начинаешь жить честно дальше. Что происходит? У тебя носку перещелкивает, а если у тебя получилось это на одном проекте, а почему ты не можешь на другом? И я на другом использую ту же самую историю. То есть я говорю, управление вашим проектом стоит, и тут, когда ты начинаешь это продавать, ты думаешь, а что я продаю? Себя красиво во свое время или что? И дальше ты начинаешь разрабатывать все это, чтобы человеку показать то, что я тебе показывал. То есть ты ему показываешь, у нас есть вот это, вот это, я знаю это, я знаю этого, здесь мы сделаем так, здесь мы сделаем так. И он начинает, то есть у меня конкретно получилось, еще раз говорю, органически, то есть я случайно, я просто понимал, что, прикинь, проект в полторы тысячи квадратов, ну грубо говоря, там полярда стоимость, бюджет, я тогда даже не понимал, что это полярда. Когда я начинал, я не понимал, что это полярда, это сейчас я могу сказать, что это полярда, понимаешь? А тогда я не понимал. Так вот, и короче, и ты такой, бах, а как посчитать? Типа, в смысле, че, у тебя просто мышление даже не позволит посчитать, ты даже не можешь ему выговорить, что асмета будет стоить 2 миллиона. Ты не можешь выговорить это, потому что в твоей картине мира это не работает. То есть на тот момент я не мог выговорить, но я мог выговорить какую-то свою стандартную зарплату, к которой я привык. И я ее умудрился выговорить и продать. И сделал амортизационное письмо, 5-10, по поводу продавать, да? То есть я продал свою экспертность как управленца. И, соответственно, стал себя вести как управленец. И потихоньку, потихоньку я понял, раз я так смог сделать, значит, теперь что нужно сделать? Теперь нужно научить тех, кто рядом со мной был там, как монтажник такой же, как я. Потому что я ночью штукатурил, блядь, а днем пытался управлять. И мне мой клиент вот так тыкал, и я прятался от него ночью штукатуря, прикинь, короче, такая. И я ночью штукатурил, чтобы он не знал, такая фигня. А днем я типа управлял, короче, такая. Потому что я привык к этому, я привык, у меня было другое мышление. Я сейчас в жизни не возьму правила в руки. Возьму, только если мне нужно будет. Вот у меня, видишь, у меня все порезано сейчас. Потому что я, ну, просто прикалываюсь, я там кое-что делаю руками, короче, у себя. И мне это нравится, короче, я просто вот, ну, кайфую. То есть я так дзен ловлю, я тогда не думаю, потому что очень сложно не думать. Так вот. И, короче, вот эти итерации прошли, и тут я взял время, и тут я понял, что мы просто перестраиваем модель. И все. И я вот, вот эти все штуки, про которые я тебе рассказал, они вот именно так и сработали. Вот. Как-то так. Именно про вот эти системы управления я, кстати, и буду говорить на нашем Дне строителя. То есть я именно, я поэтому взял два часа, чтобы рассказать людям именно про вот эти вот штуки, к чему я пришел. То есть, знаешь, для чего? Чтобы, я знаю, как сделать лучше, но из-за того, что, короче, мы типа и так крутые, мы типа круто продаем, и пятое, десятое у нас, ну, мы типа нам норм. И ты, если вся индустрия станет делать так, как мы, в ней легче жить станет. В ней просто не будет вот этого вот, блин, пиздежа, которого у нас сейчас столько много в индустрии. Просто ты смотришь, и тебе просто плохо. Когда тебя вот это учат, ну, короче. Слушай, стройка, ты же знаешь, самый темный, наверное, бизнес. Может быть, почками, органами, наверное, торговать более темный. Ну, может быть. Вот, я просто... Ну, для строителей отдельный котел в аду, это понятно. У меня же была темная сторона ремонта, там уже один из самых, наверное, непрозрачных. Сложно, ну, так в этом и кайф, в этом и... То есть, выйти на белую сторону, то есть, ну, нужно выйти на белую сторону, и тебе тогда жить, или тогда у тебя и времени больше. Как только, ты же понимаешь, что ложь и обман, она как клубок такой. Чик-чик-чик, она пошла, 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 и все, короче. И у тебя, короче, ты запутываешься в этом так, что просто вот, просто не знаешь, куда себя идти, короче. Да нет, не то, что я запутаюсь в лжи и обмане. Да не ты, это так просто устроен мир. Не то, что мир, а когда мы смотрим, там вот, мы же с кем-то все-таки конкурируем, там же много врут. Кстати, а по поводу конкурентов, кто твои конкуренты? Мой конкурент кто? Ну, мне просто интересно, да, ближайшие там компании, которые вот, какого ты там считаешь, короче, что вот они тебе на пятки наступают? Баукастон? Нет. Нет? Ну, есть гораздо серьезнее компании. Конечно. Которые там по 600 человек и тому подобное, они достаточно серьезные. А они другой сегмент, Леха, давай не будем путать, короче. Я знаю другой сегмент, то есть, но… Работай ровно столько, пока твои кумиры не станут твоими конкурентами, знаешь такую историю? Ну, то есть, как бы, ну, когда-то у меня были кумиры, понимаешь, там, ну, грубо говоря, какие-то там в Ютубе у тебя там, возможно, тоже. Потом они, короче, ты подготовил, а потом они с твоими конкурентами, а потом, возможно, даже их вообще не помнишь, как их звали. Вот есть люди, которых я не помню, как звали, а я их считал, типа, вот там, а сейчас я не помню. Я смотрю в разные вещи. То есть, у нас же просто есть продукты для более простой аудитории, вот, и для более дорогой. Ну, а может быть, еще раз говорю, ну, не стоит ли сменить направление? Мы думали о том, чтобы, короче, зайти в сегмент ниже. И потом, когда подумали, подумали, и решили, что, нет, пока остаемся, наоборот, идем выше. То есть, еще успеем. У нас нет системы, чтобы идти в сегмент. Я считаю, что моя компания не готова идти в сегмент ниже, потому что у нас нет системы. А без системы там вообще делать нечего, там вообще делать нечего. Потому что там уже человеческие все эти приколы, кому-то попылесосить в 2 часа ночи гелик, потому что разбили битая ради видоса, короче, не работает. Так, ну, у меня такая фигня с клиентами была, короче, то есть, ну, вот так работает, понимаешь, вот так работает, как бы сервис типа того, врубим группу. Вот. Короче, там такого нету. То есть, и там нужна четкая система, четкий регламент, четко, что вот эта стена будет, вот как у Лехи Уземского. Я не знаю, что у него с продуктом, потому что я не видел я его ремонтов, если честно. Проекты, я его вижу постоянно, мне предлагают, мне постоянно предлагают, вот, ну, не знаю, что там, как бы, что там на ремонтах, абсолютно не знаю, тут прям не в моей плоскости, прям вообще не знаю. И даже, когда приходят клиенты, мы, как правило, ну, мы ни разу не сделали. То есть, несколько раз к нам приходили с его проектами, и мы ни разу не сделали, ни разу. Вот, хотя вроде как он их продает там пачками. Значит, есть сегмент, который его делает сто пудов, ну, как бы, сто процентов. Просто они не в моем поле видения, я их не знаю. Я просто, ну, не знаю, ну, как бы, а много кто там работает. Так вот, если туда идти, вот там нужно вот такой подход, однозначно. Только он должен быть не только в проектах, в проектах это просто сделать, а в ремонте это сделать очень сложно. Ну, как бы, слушай, ладно, подожди, знаешь, что я еще хотел узнать? Это чисто для себя. Когда ты стал диагностировать то, что у тебя бизнес рушится? Или это просто прям как плитой ударило? То есть, ты понимал, что вот я отошел, и вот где ты потерял эту вот штуку, и что вот это произошло? Понял, да, вопрос? Ты что там диагностируешь, все разломалось, и все. Не-не-не, все разломалось, подожди, стоп. Вначале все нормально, да, все клево, я же помню, ты на позитиве был. А потом, где этот момент, где был момент, когда, то есть, он изначально был мертворожденный? Кто? Ну, то есть, модель, модель такого введения, она изначально была мертворожденной? Или где-то ты просто остановился? Есть жизненный цикл компании, для каждого бизнеса, то есть, есть уровень. То есть, пять человек, одна модель, двадцать, другая модель, там уже другие инструменты применяются. Вот, то есть, можно оставаться все время, там, допустим, там, не знаю, там три объекта, там, двадцать человек, и эта модель там будет работать. Но как только ты начнешь вырастать в количестве народу, она может начать ломаться. То есть, уже другие управленцы, финансовую модель надо переменять. Ну, то есть, ты не диагностируешь, когда это случилось? Когда ты перерос больше, чем ты мог? Здесь дело не в том, что перерос. Ну, так же было. Ну, то есть, ну... Да, у тебя, когда у тебя пятьдесят человек, у тебя уже все, то есть, тебе надо и раньше делать систему. Вот, ну, здесь, блин, это мастера, то есть, что диагностировать? Кто в менеджменте учился, ему, конечно, это проще. То есть, а когда ты мастер, тебе даже, блин, привычки надо поменять. Какой-то там тайм-менеджмент, оказывается, есть. План, график, блин, там даже календарь надо ввести у себя, личных встреч. У тебя есть там календарь? Ну, конечно, у меня личные помощники есть, которые ведет мой календарь. Да? Естественно. Ну, это прикольно. Без вариантов, просто я не понимаю, как без помощника вообще быть. Вообще не понимаю, просто реально. Слушай, что будешь рассказывать у нас на Дне строителей? Слушай, я хотел рассказать, как сломался, как подняться. Тебе помочь с презентацией? Что-то, короче, там отходят они. Тебе помочь с презентацией? С презентацией? Я не знаю. Ну, то есть, я предлагаю сделать презентацию, потому что у меня все будут презентации, там будет представление, короче, мы, кстати, будем делать прикольное представление, и дальше должна быть прикольная презентация. Ну, да, наверное, помочь, потому что я сам как бы особо... То есть, ну, тебе сверстят, там все сделают, просто главное смысл. А, ты можешь потыкать? Кликер, да, чтобы ты вот... Значит, триггер, когда ты, короче, чтобы хорошо выступать, я вот люблю выступать, у меня клевые презентации. Ты, не знаю, ты бывал на моих выступлениях? Ни разу, да, нигде? Вот, ну, то есть, у меня всегда очень такие прикольные, как вот мне говорят, Рувим, у тебя пафосные, короче, мероприятия, ты вообще пафосный тип. Ну, блядь, не знаю. То есть, как бы, просто я по-другому не могу. Это вот этот профессионист во мне, с которым я борюсь. Ну, он, короче, есть, вот. И они должны быть клевыми все, то есть, тем более у нас только три спикера будет. Поэтому, короче, нужно будет однозначно сделать. То есть, мы поможем. Моя команда поможет, ты посмотришь, как команда работает. Я хотел бы, чтобы ты днем приехал. Чтобы ты днем приехал, ты бы увидел, короче, что у меня происходит, какой у меня тут рой, короче, что тут происходит. Вот, однозначно приезжай днем, я тебе прям покажу. Покажу тебе студию еще, короче, все. Хорошо. Да, и так, ну, в общем-то, вот такой был подкаст. Пишите свои комментарии, все такое. У нас будет День строителя, как многие знают. Приходите в гости, будет интересно. Всем пока.